Уважаемые коллеги, добрый день. Я предлагаю начинать нашу сегодняшнюю встречу, очередной совместный семинар, который мы проводим в партнерстве Института мировой экономики международных отношений, журнала мировая экономика и международные отношения и Российского совета по международным делам. В свое время мы с Федором Геннадьевичем и Андреем Геннадьевичем задумывали это мероприятие и у нас такое было осторожное очень к нему отношение, к этому стартапу, как сейчас модно говорить. То есть, ну давайте попробуем, давайте сделаем пробные шаги и посмотрим, как полетит, не полетит. И оказалось, что, во-первых, градус обсуждений превзошел все наши ожидания, интерес к этим встречам и резонанс от них. И резонанс как в нашем экспертном сообществе, так и за его пределами, потому что мы наши встречи делаем открытыми, они обогащают нас как экспертов, как коллег, ну а с другой стороны носят в том числе и в какой-то степени такую прикладную функцию, потому что нас смотрят представители профильных ведомств и представители бизнеса. Ну и я бы даже рехнул замахнуться на научно-просветительский где-то функционал, то есть мы фиксируем большой интерес к нашим обсуждениям. Сегодня я очень рад приветствовать наших коллег и наших гостей снова в нашем зале в РСМД. И сегодня мы обсуждаем тематику евразийской экономической интеграции. И вот мы так вынесли под заголовок экономическое направление. И оно само уже по себе может вызвать дискуссию, потому что я, зная, скажем так, подходы целого ряда наших коллег и партнеров за рубежом, предвидел бы, скажем так, такой тезис о том, что... Какие еще есть направления? Это же экономическая интеграция, да, то есть уже здесь заложена такая вот очень мощный дискуссионный потенциал в этой формулировке. Ну, понятно, что сейчас эта тема более чем актуальна, потому что, с одной стороны, мы очень много сделали по пути самой интеграции. Большая работа с 2015 года проведена, да и до 2015 года тоже, в общем, были довольно серьезные заделы сделаны. Но сейчас сюда добавилась еще сложная реальность, постфевральская, когда проекты евразийской экономической интеграции оказывают давление от политических факторов, в том числе односторонние ограничительные меры зарубежных государств. Я сошлюсь на недавний случай, связанный с плачевной системой МИР, когда Минфин США опубликовал всего лишь ответы на часто задаваемые вопросы. То есть это даже был не нормативный правовак, это, если не ошибаюсь, вопрос номер 1082. И вопрос был следующий, будут ли какие-то ограничительные меры или меры административного, уголовного преследования за взаимодействие, или какая-то ответственность за взаимодействие с системой МИР. И ответ Минфин США был следующий, что уже давно существует регламент в исполнении указа 14.24, один из санкционных указов президента США, где прописано, что заблокированы могут быть лица, которые занимаются фасилитацией или поддерживают транзакции с уже заблокированными лицами. То есть расшифровка была такая, что если через систему МИР вы содействуете транзакциями с заблокированными российскими лицами, то вот мы вас тоже можем заблокировать. И в финансовом мире это был такой эффект разорвавшихся в бомбах. Хотя нормативно-правовый акт существовал уже давным-давно, он лежал, и в общем мало кто о нем думал. Но мы что увидели? Мы увидели при остановке сотрудничества с МИРом в дружеских странах, так называемых, и в Турции, и в Узбекистане, и в том числе в странах Казахстана, там пошли движения Киргизии и так далее. Вот один из эпизодов, всего лишь один из кейсов, который показывает сложность текущей реальности. Вот мы называем это одним из функционных парадоксов, когда дружные нам страны не присоединяются на политическом уровне к режиму санкций. Но на уровне бизнеса, бизнес, естественно, вынужден так или иначе реагировать уже на угрозы, которые идут из западных стран. Угрозы вторичных санкций, я имею в виду угрозы преследования административного, уголовного и так далее. Это всего лишь один из моментов. То есть, с одной стороны, у нас запрос на интеграцию растет, с другой стороны, есть риски, есть проблемы. Мне кажется, один из стимулов нашей сегодняшней встречи, это подвести баланс пассивов и активов евразийской экономической интеграции, которые мы имеем на сегодня. Ну, я немножко затянулся с отступительным словом, с удовольствием передаю сейчас Сергею Александровичу Афонцеву слово, заместителю директора по научной работе ММУРАН, члену корреспонденту Российской Академии Наук и, здесь не написано, а я хотел бы отметить, члену Российского Совета по международным делам. Спасибо большое, Иван Николаевич. Дорогие коллеги, я тоже очень рад приветствовать всех вас на седьмом заседании нашего семинара. Я должен сказать, что действительно польза от этого семинара, нельзя сказать, что она превзошла ожидания, она соответствует ожиданиям, но она оказалась гораздо более широкой, чем мы, может быть, изначально планировали, потому что те мнения, высказывания, аналитические материалы, которые на этом семинаре звучат, часто они здесь звучат впервые, они подхватываются аудиторией, не только экспертной и академической, они подхватываются аудиторией бизнеса, регуляторами, активно обсуждаются за тем на разных площадках, и иногда, посещая очередную конференцию или совещание, с удовольствием отмечаешь, что идеи, которые на ней звучат, были впервые озвучены на нашем семинаре, пошли в массы, пошли в детальную проработку и обсуждение, и в этом отношении, я надеюсь, что нынешний наш сегодняшний семинар не будет исключением. Действительно, тот контекст, в котором оказались проекты, связанные с евразийской интеграцией сегодня, имеет ряд измерений, о которых мы не могли думать еще год назад, и многие из этих проблем оказались неожиданными, но, с другой стороны, нельзя не отметить, что, в общем, евразийская интеграция и до 2022 года имела свою повестку, она предполагала определенное поступательное развитие, в чем-то это развитие отвечало нашим ожиданиям и планам, в чем-то нет. Ну, я могу сказать только один, привести пример, когда мы начинали процесс евразийской интеграции, одним из главных потенциальных достижений позиционировалось создание единой системы технических стандартов, технического регулирования, которое позволяло бы странам, участницам евразийской интеграции, беспрепятственно и на основе единой платформы стандартов, осуществлять хозяйственную деятельность, взаимодействовать друг с другом и с третьими странами. Реальность оказалась не столь оптимистичной, как мы хотели бы, и достижения, которые реально в этой сфере происходят... Ну, мягко говоря, заслуживают того, чтобы о них говорить подробно и выяснять, какие же барьеры, которые возникают в данной сфере, воспрепятствовали достижению наших планов еще задолго до того, как геополитический фактор в эти планы вмешался. Ну, и, разумеется, мы не можем не акцентировать ту новую роль, которую наши партнеры при Евразийском экономическом союзе играют и могут играть в условиях санкционного противостояния со странами Запада, и не только Запада. Ну, вот у меня, так сказать, в связи с этим есть такое сравнение, я его очень люблю, наши оппоненты, инициировавшие санкции против Российской Федерации, они чем-то похожи на рыбака, который накопал червей, и за неимением улова потрясают этими червями, как если бы, значит, это и был сам улов. И вот эти черви, это те гадости, которые сделали инициаторы санкции российской экономики, а вот та рыба, которую они хотели поймать, это изменение в нашей внешней политике. Вот эту рыбу они не поймали и не поймают, но червей они копают все больше и больше. И некоторые из этих червей относятся исключительно к тому, что вредит российской экономике, и что мы пытаемся нейтрализовать с помощью поиска новых партнеров и активизации отношений со старыми, а вот некоторые из этих гадостей вредят и интеграции тоже. И, соответственно, очень важно понять, где те проблемы, которые можем мы попробовать решить с помощью наших партнеров, не подставляя их под даже угрозы, связанные с какими-то регуляторными рисками, с усилением политического и экономического давления на них, а какие проблемы носят системный характер и должны решаться уже не просто на российском уровне, но и на уровне взаимодействия с партнерами по ЕАЭС, поиска каких-то решений, может быть регуляторных, может быть наднациональных даже, которые позволили бы с существующими сложностями справляться. Поэтому, коллеги, я с удовольствием предоставляю Андрею Виленовичу возможность уже официально открыть наш семинар, перейти к его рабочей программе. Я надеюсь, что будет полезно и интересно. Уважаемые коллеги, я приветствую вас всех. Я просто от имени журнала «Мировая экономика и международные отношения» хотел бы сказать, что материалы, обзоры наших дискуссий мы публикуем. Правда, проходит определенный временной лаг. И, естественно, в публикациях мы заостряем внимание прежде всего на неких долгосрочных тенденциях, на неких стабильных или оказывающих большое влияние на перспективы развития факторов. Может быть, какая-то конъюнктура уходит на второй план. Это для академического журнала и понятно. Так что надеюсь, что и сегодняшняя дискуссия также в конечном итоге вылится в очень интересный обзор, который, в свою очередь, будет, в общем, довольно пользоваться большим вниманием у читателя. А сейчас мне хотелось бы предоставить слово первому нашему докладчику Елене Владимировне Даниловой, заместителю директора Департамента развития и интеграции Евразийской экономической комиссии. Пожалуйста. Спасибо, уважаемые коллеги. У меня, в принципе, с собой есть несколько материалов, которые могут претендовать на отдельные самостоятельные доклады. Но мне кажется, что смысла в этом особенного нет. Я, наверное, пройдусь по тем пяти баллетам, которые представлены в вопросах для обсуждения, и обозначу некоторые, с моей точки зрения, отдельные аспекты. Опять же, с учетом того, что у нас дискуссия носит открытый характер, и, наверное, не стоит заглубляться в некоторые, так сказать, какие-то серьезные проблемы, которые, наверное, больше интересны и, наверное, предназначены для обсуждения в более узком составе участников. Поэтому прошу мои какие-то рассуждения и замечания воспринимать именно с точки зрения, не рассматривать их как поверхностными, а именно с точки зрения того, что у нас дискуссия открытая. Ну, во-первых, практика интеграции. Вот первый пункт достижения 2022 года и стратегические направления развития экономической интеграции до 2025 года, задачная перспектива. Что бы я хотела сказать? Ну, во-первых, вот несколько тезисов, которые необходимо иметь в виду при рассмотрении этого пункта. Во-первых, ЕАЭС – это все-таки больше международная организация. И даже ЕАЭС, который считается национальным органом, тем не менее, процедуры выстроены так, что очень многие вопросы, большинство вопросов, они двигаются таким образом, что обязательно согласовываются между странами. И зачастую требуют консенсусного подхода, консенсусного решения. И каждый вопрос, который исходит инициативно из комиссии или какими-то странами, в повестку включаются тех же самых коллегий, все равно собирается мнение всех государств. И зачастую вот эти процедурные вопросы не допускают, например, возможности обсуждения каких-то вопросов, которые, например, жизненно важными могут оказаться для кого-то из стран, до тех пор, пока все-таки не пройдет вот эта вот притирка и обсуждение на коллегии, до совета не выносит. Это, конечно, задерживает, когда вот нас упрекают иногда, значит, ЕАЭС в том, что иногда наша деятельность недостаточно амбициозна, что мы не так быстро и гибко реагируем на тенденции, которые происходят в мире. Нужно просто иметь в виду, что даже если одна из стран, имеется какая-то тема достаточно амбициозна, включение или новой сферы, или введение каких-то нового правила регулирования, это должно дойти как минимум хотя бы до совета, чтобы двигаться дальше. Но оно может застрять на коллегии, потому что здесь могут сомкнуться разные национальные интересы. И для кого-то эта тема важна, важно рассматривать именно таким вот образом, для кого-то из государств это может оказаться неприемлемым и требуется здесь, конечно, переговорный процесс. Поэтому нас пять стран, и нужно это, конечно, безусловно учитывать. Даже, я бы сказала, даже такие вещи, как вот с реализацией стратегии, у нас в пункте есть, допустим, в плане реализации какой-либо задачи или меры, но для того, чтобы... Есть поручение, там написано, что комиссия должна представить доклад, но для того, чтобы комиссия могла представить и изготовить этот доклад, у них должны быть полномочия, которые должны вытекать из договора. Соответственно, у нас есть достаточно большое количество мероприятий, которые мы сможем реализовать только после того, как мы сейчас пакетно или не пакетно внесем изменения в договор. А договор – это длительный процесс. Это делается либо непосредственно на уровне соглашения в договор изменения, либо это большим протоколом, который сейчас у нас висит. А что такое большой протокол? Это же внутригосударственное согласование, это подготовка к кратификации, и это на каждой стадии, понимаете, как движутся поправки в договор. Это застревать может в пяти парламентах или в каких-то администрациях, это рассматривается достаточно долго. Поэтому вот нужно... Это узкое место, безусловно. Вот процедурные вопросы, которые не позволяют достаточно быстро продвигать многие вопросы и двигать амбициозную повестку, это узкое место в комиссии. В комиссии вообще в ЕАЭС. Но, с другой стороны, это такой принцип функционирования организации, он изначально был заложен, что все-таки ближе все это консенсусное решение. И национальное право учитывается, национальное законодательство, в том числе и то, что я говорила при процедурах движения международных актов к кратификации. Значит, 10 лет, которые в сегодняшнем году мы отвечаем, можно сказать, что его можно разделить на две пятилетки. Первые пять лет это все-таки было создание законодательной базы Союза и кодификации договора. И я, когда вот... Говорим мы о достижениях 2020 года, но опять же, смотря с какого периода смотреть. Я вот была участником событий формирования таможенного союза, начиная с 2003 года, когда только было предложение Казахстана ускорить процесс формирования таможенного союза. Я помню, как мы готовили первые предложения по комплексному плану, мер, из чего должны состоять наши договоренности, какие области должны охватываться. Там были не тарифные меры, а тарифные меры и так далее. Поэтому путь, конечно, был большой. Это то небольшого документа, который назывался комплекс мер по развитию единого экономического пространства, до формирования таможенного союза и уже дальше, уже выхода на кодифицированный договор. Это вот с точки зрения формирования права, основ законодательных, для того, чтобы наш союз мог функционировать по большому охвату секторов. Это очень большой путь. И первая пятилетка, она была посвящена прежде всего, конечно, этому. Вторая пятилетка, которая идет, ну, сейчас уже, наверное, оскорблено, набило название нашего документа, стратегическое направление родителей и родительской интеграции 2025 года. На самом деле, я думаю, что еще на историческую перспективу мы оценим этот документ в большей степени, чем он даже сейчас. Потому что этот документ фактически явился первым документом стратегического планирования развития интеграции на целых 4, ну, практически на 5 лет. При этом, конечно, могут мне сейчас поправить и спорить, и сказать, что там не так много стратегических, как таковых, задач. Там, на самом деле, туда стороны заложили многие вопросы, которые должны были решаться в текущем формате, которые были заложены в договоре, что это, на самом деле, документ, который создал основу для решения уже имеющейся договоренности для их реализации, которые долго не реализовывались. Тем не менее, это все-таки документ планирования. И это не просто, такого не было в практике. До этого все решения все-таки принимались больше, там, высший совет принимал решения, давались поручения, там, межправсовет. А здесь это план работы, в котором есть конкретные исполнительные, конкретные сроки, и есть жесткий мониторинг исполнения каждого пункта этого стратегического документа, этого плана работы, с указанием конкретного документа, который должен быть на выходе. Да, нас иногда ставят на упрек, что некоторые документы, они не являются такими, как бы, актами управленческими, а это больше доклад о рассмотрении какого-то вопроса. Но это не потому, что кто-то что-то недорабатывает, а потому что просто есть вопросы, которые изначально, по которым очень тяжело было достичь консенсуса. И стороны просто не были. Какая-то из сторон не была готова выходить на конкретное уже решение. Поэтому очень многие пункты, там, рассмотреть возможность применения, там, каких-то мер в разных вот секторах. Поэтому таких пунктов много. Если вы, я не буду перечислять, потому что вы можете посмотреть этот план, он у нас вывешен на сайте, но вы увидите, сразу там видно, где конкретно прямо написано, допустим, подписание соглашения, там, допустим, да, там, транзитного соглашения, где написано, там, рассмотреть вопрос о возможности, там, я не знаю, ведения регулирования, там, в какой-то сфере, да, это сразу видно. Тем не менее, это не потому, что, я еще раз хотела сказать, что мы как-то медленно двигаемся или что-то, так сказать, невыполняемо, а это просто изначально, этот документ просто тяжело согласовывался и отражает, на самом деле, ожидания, интересы пяти участников. Что здесь еще важно отметить, что вот, когда вот здесь задаются вопросы, практика, это достижение 22-му году и, вот, как бы подразумевает, что, видимо, достижения могут быть не все выполнены. Да нет, на самом деле, вот мы вот такие вот справки готовим, я просто могу показать диаграммы, сколько там, допустим, выполнено, сегодня ситуация, там, 91% на исполнении, там, 96% выполнено на майской справке. Все это движется, потому что мы очень четко мониторим постоянно ситуацию с каждым пунктом стратегии и там, где мы вылавливаем, например, что могут быть риски просрочки невыполнения каких-то пунктов плана, тут же дается предложение, вот такие, например, как системные, как оперативно внести изменения в договор для того, чтобы наделить комиссию полномочиями в висении каких-то там актов и документов. Поэтому, в общем-то, если говорить, оценивать какие-то достижения, надо просто посмотреть план, в принципе, практически по всем пунктам, у нас не так много, на самом деле, сейчас предложений по переносам на следующий год. Пункты все выполняются, все двигаются, это, в общем, такая ответственность и комиссии, и руководящих органов Союза. Что вот говорить по перспективам, по задачам? Вот здесь как раз такой вопрос дискуссионный, и вот куларно мы даже так перекинулись. Безусловно, вот развилка, которая на самом деле пока непонятна. Мы от стран на сегодняшний день никаких предложений не имеем, именно от стран, потому что все-таки, когда мы говорим о том, как меняется мир, изменяются технологические уклады, как мы должны на это все реагировать, все-таки у каждой страны есть свое представление и понимание того стратегического развития, свои стратегические планы, которые разрабатываются. У каждой страны они есть, у каждой есть свое видение. Но до сегодняшнего дня какие-то предложения в комиссию конкретных пока нет. А на самом деле развилка, например, есть. Должен ли быть вновь вот такой же стратегический документ, как, например, сейчас, вот именно жесткий, с планом, с обязательным сроком исполнения и так далее? С моего точки зрения, да. Потому что мне кажется, что любая организация должна работать по четко... Понимаете, это вообще тренд последнего 20-летия. Я когда работала в министерстве, мы работали четко, совершенно по стратегическим документам, по планам, с соответственными исполнителями, со сроками и с поставлением на контроль. Без этого, ну, это все-таки управленческая структура даже, вот ЕЭК, да. Мы как-то, мы должны работать, исходя из чего? Просто по поручениям, это хаос. Поэтому, с моей точки зрения, должен быть план. Какой он этот должен был план? Это должен быть... Да, второй, вот по развилке вторая, вот и дискуссионная такая тема, что план нет, не должен быть, должен быть в этих нестабильных, таких сложных условиях, это может быть прогноз некий, некое, так сказать, перспективное видение, от него уже, так сказать, комиссия и ЕЭК вообще в целом, и органы управления будут отталкиваться в выстраивании политики. Это вот как бы одна развилка, которая на сегодняшний день, она, ответа на нее пока четкого нет. Второе, значит, какие, если, допустим, будет какой-то стратегический документ, или там, я не знаю, просто прогнозы и так далее, из чего нужно исходить? Должны ли мы ставить на следующую пятеретку, там, до 30-го года, амбициозные вот цели? Что такое амбициозность? Какая вот должна быть степень этой амбициозности? Опять же, с моей точки зрения, вот если мы говорим о таких вещах, как мы, переходим ли мы к новому технологическому укладу, как мы должны, какие мы должны свои цели ставить, опять же, это все-таки вопрос функционального, прежде всего, экономик. Потому что без этого у комиссии не так много полномочий, не так много сферы охвата, мы могли бы уже подставлять плечо. Но мы самостоятельно здесь, мы можем спрогнозировать какие-то тренды, дать предложения сторонам, но здесь стороны должны определять. Это вот очень важный момент. Вторая вот, как бы, развилка, она может показаться более приземленной, не менее амбициозной. Но вот, например, с моей точки зрения, она реальная. Это все-таки дать ответ на те вопросы, которые вот сегодня перед нами, ну, по крайней мере, на ближайшие пять лет встали во весь рост. Это, во-первых, это обеспечить движение товаров во внешней торговле, которая на сегодняшний день, да, с этим столкнулась Российская Федерация, прежде чем и Республика Беларусь. Но это затрагивает, естественно, и другие страны, потому что нарушается, есть много ограничений, нужно, так сказать, думать об импортозамещении, нужно смотреть, как выполнять задачи, связанные с инвестициями в различные сферы. То есть, ну, я не буду тут все эксперты, мы понимаем, о чем мы все говорим, что имеется в виду. Второй момент – это, значит, формирование независимо от доллара альтернативной системы международных расчетов. Это вот тоже задача, это не просто, вот, как бы, знаете, одна задача, это комплекс вообще мер. И у нас группа высокого уровня, которую возглавляет министр экономического развития Российской Федерации, она регулярно у нас собирается, вносится в повестку. Острые вопросы, безусловно, весной этих вопросов было масса вообще. Просто вот принималось колес эти все решения, несмотря даже на определенные проблемы с процедурной. Но вот вопрос с международными расчетами – это принципиальнейший вопрос, который предполагает, в том числе, и дальнейшую гармонизацию законодательства, нашего евразийского законодательства, и гармонизацию управления финансовыми институтами, и субъектами, и финансово-нефинансового рынка. Ну, опять же, это вот, можно, об этом тоже не буду занимать время, но мы тоже понимаем, о чем речь идет. Это большой мог бы быть блок дорожной карты, потому что такие вещи, они могут реализовываться именно не в каких-то концепциях, а именно в планах действий, в дорожных картах, вот, так сказать, такой вот прям нарезка по направлениям. Значит, что еще один важный момент, который тоже на сегодняшний день – это вот новые производственные цепочки, доступ к передовым технологиям. Потому что, понятно, сейчас здесь ограничения, там ограничения, здесь, вот правильно было сказано, тут боятся системы МИР, ну, не только же со системой МИР, боятся любой чип поставить, да. Это же, ну, опять же, я не буду здесь останавливаться, потому что все и по телевизору, ну, это, так сказать, место общее, да. Но эти вопросы тоже надо решать, это тоже самостоятельные дорожные карты. Вот невозможно, знаете, делать сейчас винегрет, вот, все такое всеохватывающее. Здесь, конечно, очень важно определяться с приоритетами. Все-таки на чем, допустим, стороны должны сконцентрироваться, и где комиссия и вообще ЕАЭС должны подставить здесь плечом странам, которые наибольшие испытывают недостаток и потребность в этом. Ну, например, пусть это будет программа, допустим, там, я не знаю, импортозамещения, в том числе касается нужных для промышленности, там, чипов, да. Пусть это будет вопрос, связанный с комплектующими для автомобилевого отрасли. Но надо определиться. Все сразу охватить мы не сможем, а главное, что это становится неуправляемым и неконтролируемым. Значит, следовательно, нужно, когда мы говорим о вот этих вот интеграционных проектов, таких наших международных интеграционных проектов знаковых, да, наверное, вот такие вещи, которые связаны с созданием технологических цепочек, связанных с тем разрывом и с тем, что сейчас произошло, наверное, это вот могли бы быть знаковые такие проекты, их могут быть там десяток, пятнадцать, да. Но просто надо понимать, что если мы берем какой-то проект, запускаем, то под него делается нормативка, под него делается сближение регуляторное, под него нарезается целый ряд дорожных карт в различных сферах, там, не знаю, промышленность, финансовая сфера, предпринимательство, по которым тоже должны быть меры, эти меры должны быть увязаны. Поэтому, в принципе, вот такое вот целевое управление кооперации производственной и созданием вот этих, а это вообще производство кооперации технологической цепочки, оно должно, с моей точки зрения, присутствовать. Значит, туда же относятся вопросы технологический суверенитет тоже. Давайте там нужно, может быть, определить там четыре-пять сфер, где мы должны технологический суверенитет иметь. Потому что, ну, как бы, знаете, хорошо быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, но есть вещи критические. Да, вот, допустим, про безопасность, генетический материал, значит, это вот должен быть здесь технологический суверенитет обеспечен или нет, да, когда мы можем столкнуться с тем, что мы мясо не можем выращивать, потому что у нас нет нужного генетического материала. Значит, вот это тоже вопрос очень важный. И в каких сферах? Значит, укрепление лидирующих позиций на мировых рынках, значит, в тех отраслях, которые являются бюджетообразующими, или же связаны со стратегической безопасностью. Ну, например, понятное дело, что для ряда стран нашего Союза энергетика является такой сферой, продовольствие. Для ряда стран жизненно важным является вода, значит, вопросы, связанные с редкоземельными материалами, с сериевыми товарами, удобрениями, военно-техническое сотрудничество. Вот эти все вопросы – это те сферы, которые обеспечивают как потребности бюджета, так и по ним важно сказать лидирующие позиции, потому что они ключевые и являются критически важными для других стран. Поэтому вот, наверное, вот эти направления, они могли бы амбициозные эти темы или не амбициозные, куда их отнести к текущему, они выглядят на сегодняшний день, являются текущими, потому что мы уже сегодня столкнулись. То, о чем мы говорили, если раньше эти все направления можно было рассматривать как стратегические, как взгляд в будущее, давайте посмотрим за горизонт будущего и по этим всем вопросам решим, но на сегодняшний день это уже наше настоящее. Значит, соответственно, может быть, сейчас разобраться с нашим вот таким вот настоящим, это и есть горизонт в будущее, чем, так сказать, придумывать какие-то дополнительные какие-то истории. Значит, опять же, развилка. Вот по новым сферам тоже дискуссии, знаете, разные, по-разному стороны относятся. Одни считают, что это не предусмотрен договором, другие считают, что предусмотрен, что связано это. Например, такие сферы, как туризм, значит, здравоохранение. С одной стороны, да, договором многие из этих сфер впрямую не предусмотрены. С другой стороны, это, в общем-то, человеческий капитал, да, даже вспомнит капитал Карла Маркса, если что складывать стоимость рабочей силы, да, значит, рабочему надо детей кормить, значит, их надо лечить, себя надо лечить, производить себя надо, да. Значит, эти сферы имеют значение для того, чтобы у нас был экономический рост, имеет. Значит, в какой части эти сферы должны быть вовлечены в оборот нашей деятельности. Вот это тоже вопрос для, наверное, который должен рассматриваться, что мы должны делать в дальнейшие, там, пять лет. Значит, узкие места партнерства. Я назвала вот одно из узких мест, это вот, так сказать, процедурные моменты, как вот движутся у нас решения. Но вот я, все знают, я все время на этом останавливаюсь, но я считаю, буду и дальше продолжать на это обращать внимание. Когда мы в международной нашей деятельности ставим амбициозные задачи, значит, давайте мы в условиях того, что перестают работать международные многосторонние институты, что, значит, ВТО допускает введение такого количества ограничений, что работать стало невозможно, давайте мы будем заключать соглашение о зоне свободной торговли, таким образом решать вопросы, связанные с доступом на рынок и так далее. Но я все время обращаю внимание, соглашение о зоне свободной торговли в современном мире, это соглашение, которое охватывает не только движение товаров и не только уже даже услуг, но и антимонопольное регулирование, и интеллектуальную собственность, и вопросы, связанные с движением капитала, и много-много других, и технологическое сотрудничество зачастую. Это очень амбициозные все эти соглашения. И когда мы предлагаем партнерам, или партнер к нам обращается, давайте заключим соглашение о зоне свободной торговли, мы, в общем-то, всегда с радостью готовы заключать. Но мы всегда должны понимать, что наши партнеры, когда идут на это, они ожидают от нас таких же амбициозных соглашений. И когда они видят в своем лице партнера комиссию, они ожидают, что мы будем вести переговорный процесс вот по такому широкому и шалонированному кругу вопросов для такого рода соглашений. Но у нас нет компетенции ведения переговоров, например, по тем же самым услугам или по инвестициям. У нас есть компетенции ведения только по товарам, по тарифам и, в общем-то, по нетарифному регулированию. Не так у нас много. Значит, как даже строится работа? Параллельно ли вестись по другим аспектам? Национальные стороны должны вести, как это уже было в практике. Но тогда как обеспечить увязанность этих вопросов в переговорном процессе? Потому что любой переговорный процесс – это тот же бюссельский рынок. Ты у меня огурцы, я тебе помидоры. И огурцы и помидоры – это не обязательно обмен товаров на товары. Мы должны давать какие-то уступки в каких-то сферах, связанных с финансовыми услугами, с движением физических лиц, с поставщиками тем же самых услуг. Вот этот вопрос. Потому что отделить переговорный процесс, такой комплексный, очень сложно вот так взять, раздать. Вы там переговариваете, вы здесь переговариваете, а мы здесь будем переговариваться. Я не очень, вот имея опыт переговорных процессов, двусторонних там и в рамках ВТО, я не очень понимаю, вот как можно достичь вот нужного, это тоже вопрос для дискуссии, как можно достичь искомого здесь результата. И еще один вопрос, который тоже я не устаю продвигать. У нас нет системы нотификации соглашений, которые заключают стороны. Вопрос ведь в чем? Тут вопрос не в том, что посягательство там, но суверенитет и так далее. В ДИЕС эта практика существует. Но здесь должны учитываться наши перспективы дальнейшего гармонизации нашего законодательства в Союзе. И если, например, по каким-то ферам, по которым мы планируем или же будем там гармонизироваться, а выяснить, что у наших партнеров уже есть какие-то обязательства с кем-то третьими странами, то это может послужить себе препятствием. Поэтому, когда мы говорим о стратегическом долгосрочном планировании, и в том числе в рамках международной деятельности, и в рамках формирования нашего законодательства, мы должны учитывать, а что же делают в этом в плане законодательного сотрудничества наши стороны с третьими странами. Мы тоже все понимаем, о чем мы говорим. Вот. Поэтому вот так вот просто эту тему... У нас эта тема была на переговорном процессе, когда мы готовили стратегическое направление, но стороны не поддержали. Но тема эта все-таки остается. Вот. И что я еще бы хотела бы обозначить. Вот тема, опять же, вот часто возникает тема большого евразийского партнерства, там, пространства и так далее. Опять же, вот с моей точки зрения, здесь тоже очень важно приземлить вот эту тему к тем реалиям и к тем текущим задачам, которые сегодня перед нами станет. Вот те, которые я обозначила, там, пять задач с движением товаров. Вот сюда мы как раз вот этот балет, роль стран, я ест в развитии инфраструктурных маршрутов Евразии, коридор Север-Юг и перспективные маршруты. Вот, как правило, это один из аспектов, помимо финансового аспекта формирования дедоларизации, да, вот в рамках БЕПа. Это вот тоже одно из важнейших таких, одно из важных направлений в формировании таких вот маршрутов Север-Юг. Но опять же, вот роль стран ЕАЭС. Стран, роль ЕАЭС велика, потому что в национальной компетенции находится очень много вопросов, которые стороны могут решать, как между собой, так и с третьими странами, как на двусторонней, на многосторонней основе. Плюс у стран есть бюджеты, у стран есть компании, с которыми государства знают, как взаимодействовать и работать. Поэтому роль стран велика. А вот какова роль ЕАЭС? ЕАЭС, к моей точке зрения, здесь мог бы подставлять плечо. Вопрос, опять же, в компетенции. Но если стороны, например, реализации такого рода проектов Север-Юг, например, да, обозначат четко задачи, из которых проекты не могут реализовываться в рамках национальных компетенций, требуется получить какие-то решения от ЕАЭС, да, вот тогда вот роль ЕАЭС, она вот в этом могла бы заключаться. Но это вот коротко, без конкретики, вот то, что я обозначила, но если какие-то конкретные вопросы, я тоже готова принять участие в дискуссии и прокомментировать. Спасибо большое. Так работает, да, замечательно. Следующее слово. Разрешите представить Александру Владимировичу Данильцеву, директор Института торговой политики, высшей школы экономики. Пожалуйста. Большое спасибо, уважаемые председатели, уважаемые коллеги, уважаемые участники дискуссии. Ну, во-первых, хочу поблагодарить за возможность принять участие в сегодняшнем мероприятии и высказать какие-то свои суждения. Ну, на самом деле, Елена Владимировна, так сказать, изнутри затронуло очень много интересных и таких действительно важных и болезненных проблем развития ЕАЭС. Так что, ну, постараюсь как-то что-то добавить, хотя, конечно, эта задача не самая легкая. Ну, точно так же попробую пройтись по основным проблемам, которые здесь вот обозначены. Ну, первое, это достижения и возможные, так сказать, стратегические подходы. Ну, что касается достижений, опять-таки, вот вопрос не всеми оценивается одинаково, но мое мнение таково, что ЕАЭС все-таки, как вот мы говорим, это второй в мире торгово-экономический блок по уровню все-таки развития механизмов интеграционных именно на законодательном уровне, на уровне правовой базы. Ну, первое, это, естественно, Евросоюз, вот, больше аналогичных таких примеров вот столь развитых механизмов и практик взаимодействия мы, конечно, не имеем, ну, и что, и столь масштабных. Надо сказать, что здесь я совершенно согласен, что пройден совершенно колоссальный путь и пройден очень быстро, то есть таких прецедентов в мире тоже, наверное, нет, потому что вспомним, сколько Евросоюзу понадобилось лет и сколько вот нам. Ну, конечно, у нас были предпосылки, то есть это общая экономическая база советского периода и традиционные взаимосвязи между странами, ну, странами, когда-то республиками, вот, это, конечно, в какой-то мере, наверное, способствовало вот такому быстрому продвижению, но все равно это колоссальное достижение. Другое дело, что, в общем-то, проблемой, о которой мы тоже всегда говорим, является, ну, так сказать, интеграция снизу, то есть вот эта интеграция сверху, она должна быть, естественно, дополнена интеграцией на уровне бизнесов, компаний, вот создание производственных цепочек, о чем Елена Владимировна тоже говорила достаточно много. И здесь, конечно, результаты гораздо-гораздо скромнее. Ну, не секрет, что ЕАЭС страдает, ну, в отличие от Евросоюза, вот, болезнью многих интеграционных блоков, то есть, когда торговля с третьими странами, она относительно даже более значима, чем внутриблоковая торговля. Вот, то же самое и вот с цепочками, и с сотрудничеством, потому что, ну, до настоящего времени было действительно комфортнее многим компаниям, я не знаю, там, заказать компоненты в Германии, или там, в Японии, или в Китае, или еще где-то, чем в своих партнерских странах. Ну, кстати говоря, по иронии судьбы, возможно, что вот санкционные проблемы, они даже ускорят этот процесс и будут дополнительным стимулом. Ну, вот, нам приходилось делать такой экспресс-скрининг, что ли, по российским регионам, по субъектам, да. Вот, и практически везде на уровне предприятий и на уровне администраций, ну, звучат практически одинаковые мысли, возникли проблемы там с комплектующим, еще с чем-то, мы обратимся к белорусским коллегам, мы обратимся к казахским, армянским и так далее. То есть, здесь вот, я думаю, что это стимулирует, конечно, даже не смог, ну, как бы, в любой проблеме есть, можно найти определенные, так сказать, позитивные развороты, да. Вот, возможно, что это действительно тоже будет стимулом. Но проблема остается все равно. Она гораздо шире, мне кажется, чем просто вопрос торговли, потому что ведь мы знаем, что производственные цепочки напрямую связаны с инвестициями. А вот с инвестициями у нас совсем, как бы, не здорово, потому что, во-первых, это не предмет наднациональной компетенции, во-вторых, ну, как-то вот инвестиционное сотрудничество пока не очень бурно развивается, и самое главное, оно не совсем явно связано с развитием торговли. То есть, практически, вот, согласно нашему анализу, только в Казахстане вот такая прямая взаимосвязь прослеживается, и оно и понятно, потому что это, ну, в общем, страна с развитой добывающей промышленностью, а там это вот лучше проявляется, а вот в обрабатывающей как раз нет. И вот это действительно проблема. Ну, как ее решать? Мне кажется, тут, понимаете, в чем дело? Ну, действительно, вот еще до санкционной эпохи, так сказать, вот я уже, ну, сказал, что действительно часто выгоднее и комфортнее, и, может быть, даже с точки зрения, ну, не может быть, а часто с точки зрения свойств продукции получить ее из этих стран. Чем на это можно ответить? Ну, наверное, там, за пятилетия наши страны не смогут сделать такой прорыв в технологиях, в уровне производства, чтобы опередить, там, я не знаю, Германию, Японию и так далее. Чем тогда можно оперировать? Оперировать можно предпринимательской средой. То есть, вот, мне кажется, что ключ к решению данной проблемы, это создание более благоприятных условий для предпринимателя, чтобы просто было комфортнее, удобнее, именно с точки зрения организации бизнеса взаимодействовать с партнером из, ну, вот, страны члена, да, государства, точнее, члена ЕАЭС. Значит, это касается, конечно, и формальных барьеров, там, которые еще остаются. Ну, кстати говоря, как я понимаю, их не особо много именно, хотя они, естественно, есть в движении товаров, большинство из них связано с рынками, там, услуг, как раз, инвестирования. Вот, и это тоже, вот, проблема, которую, естественно, надо решать. Ну, по, вот, очень важной проблеме, которую Елена Владимировна затронула, это структура, как бы, организации, процесс принятия решения, так сказать, обозначение стратегических приоритетов и так далее. Ну, здесь эта проблема, так сказать, хорошо известна, в общем-то, не секрет, что решения принимаются часто достаточно сложно. И, мне кажется, здесь есть объективные, ну, конечно, есть и субъективные факторы, но, мне кажется, есть и объективная проблема, которая, ну, мне кажется, вот и тому же Евросоюзу тоже свойственна в определенной мере. Ну, почему? Потому что, вот, Елена Владимировна правильно отметила, что это международная организация. А что такое международная организация? Это переговорный процесс, и это столкновение суверенитетов, вот я подчеркиваю, именно суверенитетов. И это, и без этого никуда не денешься. Потому что, если на это, извиняюсь, поднять руку, то ничего хорошего не будет. С другой стороны, вот вся эта структура, она, как я понимаю, задумывалась и как действительно орган управления. То есть, ну, определенный, как бы, распорядительный орган, орган, принимающий конкретные хозяйственно-оперативные решения, ну, решения, которые имеют хозяйственные, там, коммерческие и так далее последствия. То есть, вот здесь вот есть определенное, конечно, противоречие. И вопрос в том, как его разрешить, действительно существует, и действительно он очень сложный. Как повысить эффективность вот этого взаимодействия? Ну, вот готового ответа нет. По-видимому, здесь все-таки требуются какие-то и, может быть, организационные усилия, и кадровые, наверное, тоже. Вот. И возможно, что, ну, как-то попробовать все-таки немножко сделать более мобильной вот систему переговорного и принятие решений именно на техническом уровне, да, потому что, да, решения все могут быть приняты, все противоречия разрешены на высоком политическом уровне, но это, во-первых, затягивает, во-вторых, это не тот путь, который все-таки, ну, наверное, самый эффективный. Вот. Такая проблема есть. Теперь по поводу стратегических направлений и программирования и планирования. Ну, вот я никак не отношусь к знатокам китайской мысли, китайской философии вообще Китая, но мне приходило однажды на вот похожей дискуссии услышать довольно интересное, так сказать, суждение из вот этой области. Ну, не берусь, как бы, что называется, то, что слышал, то и повторю. Вот, не берусь судить, насколько это точная формулировка, но звучит примерно так, что мудрый человек избегает быть перед выбором. Вот. То есть вот это наша философия, понимаете, вот поиск развилок, либо так, либо направо, либо налево, мне кажется, она, ну, как бы имеет свои минусы, да, потому что все-таки ключевым моментом, мне кажется, цели полагания вот дальнейшие, да, то есть какую цель мы должны достичь, а дальше уже под нее, по мере необходимости, достаточно гибкостью планировать. Действительно, должны быть и планы мероприятий, и программы, и дорожные карты, но они должны быть именно, как мне представляется, тактические все-таки. А вот на стратегическом уровне главное это все-таки цели. Это отвечает, мне кажется, самому принципу управления, да, потому что управление это ведь не командование, да, а когда мы говорим об управлении, это постановка цели, анализ того, как она достигается, ну и так далее, да, вот, и, ну, так сказать, оказание там помощи, поддержки, принятия корректирующих мер. Вот, ну, опять-таки, это мое личное мнение, естественно, что я никак не хочу отрицать вот такую вертикальность и жесткий характер управления, это нужно, но именно, мне кажется, на тактическом уровне. Еще один момент, ну, вот, мы действительно оказались в очень нестабильной ситуации, когда все меняется, все, так сказать, изменяется очень быстро, и нужно принимать какие-то решения, да, ну, опять-таки, вот, что здесь можно противопоставить? Ну, конечно, гибкость, да, а вот давайте вспомним, что, например, похожие механизмы, они уже существуют и в практике. Ну, вот, например, возьмем такую область, как, я тоже не специалист именно в этой узкой сфере, но, скажем, вот, идею прослеживаемости, да, там ведь достаточно гибкие механизмы, то есть, и-то, и-то маркировки, да, вот это вот область. Там страны могут принимать свои решения, присоединяться, там, так сказать, создавать какие-то партнерства и так далее. Поэтому, возможно, что, вот, попробовать применить такие механизмы зонтичных решений, ну, как бы, вот, если обратиться к практике ВТО, да, хотя это не очень подходит, но там есть плюлатеральные, да, механизмы, которые, ну, тоже, вот, как-то могут обеспечить вот эту вот гибкость, которая сейчас, кстати, очень нужна, потому что, вот, в условиях тех же санкций, когда действительно существуют большие риски, ну, как бы, что называется, двигаться толпой все вместе под один и тот же риск, наверное, тоже не очень продуктивно, хотя, ну, нету альтернативы, чтобы реагировать на эти риски как-то скоординированно и совместно. Ну, вот, некоторые такие вещи. Ну, что касается диспропорции взаимной торговли, тут тоже объективная, естественно, ситуация, поскольку, ну, вот, в отличие от того же Евросоюза, у нас действительно разные размеры очень сильно различаются, как бы, странно при небольшом их числе, поэтому тут, к сожалению, этого не избежать, но, мне кажется, вот, ключ к решению этого вопроса именно проблемы взаимодействия на уровне бизнеса. Здесь, я совершенно согласен, здесь нужен, очень нужен программный подход, который бы имел и, ну, так сказать, политическую поддержку, и финансирование соответствующее. Ну, а что касается рисков санкционных, ну, знаете, мне кажется, что можно здесь, так сказать, напасть на какой-то конкретный вот бизнес, да, ну, типа, там, платежной системы вполне конкретной, невозможно остановить весь бизнес. Поэтому вот эта идея о том, что нужно именно развивать как можно шире и с большим числом участников и по широкому кругу проблем на уровне вот этих цепочек предприятий, мне кажется, это вот, ну, как бы, то направление, с которым бороться будет невозможно, потому что невозможно остановить, ну, под санкции подвести все, тогда это уже совсем другая история. Вот. Ну, что касается инфраструктуры, да, безусловно, это важнейший элемент, и, мне кажется, там достаточно много в договоре этому вопросу уделено. И здесь важно, мне кажется, вот особенно ключевой фактор – это взаимодействие со странами, которые являются сопредельными, которые являются в рамках СНГ того же. Вот. Ну, мы знаем, что такое сотрудничество там есть со странами Центральной Азии. Это действительно ключевой момент, потому что, насколько мне представляются, вот санкционные последствия, они, да, конечно, сказались там на доступе к чипам там и так далее, но наибольший все-таки удар – это рынок услуг, и, прежде всего, транспортный, и финансовый услуг. Вот. Ну, опять-таки, тут вот, ну, везде это, значит, уйти от доллара, уйти от доллара. Но, мне кажется, здесь важно ни в чем рассчитываться, а как. Потому что ключевой момент – это создание соответствующей инфраструктуры, отработка механизмов взаимодействия с партнерами, создание каких-то, ну вот, я не знаю, пулов, что ли, или как это еще можно назвать, с какими-то условиями благоприятными, которые позволяли бы гибко как-то проводить финансовые операции, да. Ну, вот, если это будет обеспечено, то, собственно говоря, дальше там, ну, вопрос выбора валюты – это уже, как бы, ну, с нами второстепенно. Вот. Ну, дальше, значит, ну, вот про инфраструктуру я сказал. Значит, да, по транспорту здесь вот, наверное, должны быть тоже какие-то дополнительные механизмы, потому что, ну, ведь, вот в этой области пострадали, скажем, не только российские компании, но и стран-партнеров, поэтому тут нужно искать какие-то совместные, естественно, решения. Ну, вот еще один важный вопрос, которым мы тоже очень активно всегда занимались – это создание зон свободной торговли с третьими странами. Да, действительно, Елена Владимировна совершенно правильно сказала, что это гораздо более сложный теперь механизм, чем просто устранение каких-то пограничных барьеров. Вот. И это охватывает, ну, практически все-все-все, потому что если… Ну, даже мы посмотрим, это уже, ну, известно, так сказать, достаточно давно, но есть такая штука, называется «Анатомия региональных торговых соглашений». Там масса всего, включая, там, значит, налоговые вопросы, там, социальные, природоохранные и что только там только нет. То есть все практически, чем занимается регуляторика, туда так или иначе включается. И, кстати говоря, вот по многим вопросам, ну, вот, непрямой эффект получается от именно, ну, так сказать, вот, то, чего всегда, так сказать, то, чего всегда считалось главным в региональных торговых соглашениях, там, в зонах свободной торговли – это устранение формальных барьеров. Вот часто получается, что, там, эффект развития, там, торговли услугами, он происходит не из-за устранения формальных, вот, ограничений, которые, там, по типу того, что пишется в «Скедулах» и «ВТОшных», да, а, например, благодаря расшивке каких-то проблем в сфере защиты интеллектуальной собственности. То есть вот такие косвенные эффекты и для товаров тоже, они могут быть гораздо серьезнее, чем прямое, там, устранение пошлин, там, на уровне 5%, кого они, собственно говоря, там, так уж прям достаются, да. А вот там облегчение какого-то транспортного взаимодействия, облегчение платежей – это очень серьезные вещи. Вот, ну, а что касается цели и общего направления, мне кажется, вот какую мы здесь ставим задачу, и в том числе и, вот, мне кажется, в инфраструктурном блоке, точнее, должны ставить задачу, это в современных условиях – это максимальное расширение числа, ну, так сказать, надежных и доброжелательных партнеров, с которыми мы могли бы вести свои дела. Это, мне кажется, самое главное, потому что, ну, беда, в частности, и российской торговли, и большинства стран ЕАЭС – это малый уровень диверсификации всего, чего только возможно, и географической, и товарной, и, так сказать, на уровне компаний. Вот, у всех у нас все очень сильно сконцентрировано, канализировано, ну, собственно, это и создает почву для попыток, там, какого-то санкционного давления, ну, не, я имею в виду, что это создает ощущение, что оно будет более эффективным. Наверное, так оно в известном смысле и есть. Вот, поэтому, мне кажется, здесь главное – это поиск и расширение, вот, круга партнеров, создание благоприятных условий для взаимодействия, причем, опять-таки, не только на уровне, так сказать, правовых механизмов и организационных, но и на уровне бизнесов, прежде всего. Тогда это будет, как бы, достаточно устойчивой и такой стабильной системой. Ну, вот, пожалуй, наверное, все, что я хотел сказать. Спасибо большое. Спасибо, Александр Владимирович. Следующим я хотел бы предоставить слово Андрею Владимировичу Точину, директору развития, директору Института развития интеграционных процессов Всероссийской Академии внешней торговли. Пожалуйста. Да, добрый день, уважаемые коллеги, спасибо большое. А скажите мне, пожалуйста, есть возможность картинки допустить? Ну, так просто, чтобы они фоном были. На самом деле, я про них не очень буду говорить, но, чтобы было. Ну, вот сначала все-таки чуть-чуть про следующую картинку. Чуть-чуть про картинки. Здесь у нас такие классические наши любимые всякие графики ВВП. И хочу обратить внимание на два момента. Ну, во-первых, у нас в среднем за период, там, ну, здесь вот с 10-го года показан плюс прогноз, там, до 27-го, да? А какой-то прогноз. Чем дальше от сегодняшнего момента, тем прогноз, соответственно, хуже, да? Я имею в виду хуже с точки зрения вероятности его реализации. Не кривая вниз идет, а вот вероятность того, что будет не так, повышается сильно. Значит, обратить внимание на такие моменты. Во-первых, мы вот за эти, там, 12 лет, по крайней мере, которые показаны на рисунке, в среднем наша динамика ВВП, она была ниже средней мировой. Ну, это значит, мы в экономике, я и я в целом, мы отстаем. Отстаем, и наша роль, наша значимость экономическая в мире, она снижается. Ну, это очевидная такая вещь, в общем-то, это можно было сказать, там, и в прошлом году, и за прошлым, и, там, пятью годами раньше. Значит, что еще здесь интересного есть? Вот мы видим здесь два ближайших к нам по времени провала. Это ковидный провал и провал нынешнего года. Значит, многие отмечали это, я еще раз повторюсь, что в ковидном периоде мы провалились меньше, чем в среднем провалился мир. И многие связывают вот эту вот более, более, менее глубокую яму с, в том числе, наличием интеграционного объединения Евразийского экономического союза. Значит, нынешний наш, нынешний наш провал, он не похож на ковидный, поскольку он не всемирный. В основном он наш провал, но все равно мы видим, что происходит некое демпфирование. Демпфирование за счет именно наличия Евразийского экономического союза. Мы видим, что наше падение ВВП, оно не соответствует тем прогнозам, которые были у нас весной, и которые давали и западные разные источники, весьма-весьма уважаемые. А для, так скажем, малых стран союза, таких как Тургызстан и Армения, значит, мы видим, что это несовпадение достигает двух раз. То есть в два раза у них рост выше, чем прогнозировался весной. Мы связываем это с, если можно так назвать, экспортом экономического роста из России в эти страны. То есть у нас падение глубокое, у них переток средств, переток людей, переток цепочек поставок товаров. За счет этого их рост сильно выше, чем прогнозировался в таком спокойном периоде. И на самом деле мы ожидаем, что эта тенденция, она имеет некие конечные временные рамки и носит весьма краткосрочный характер. Вот сейчас это прошло, выйдет дальше на некое плато, по крайней мере, вот эти эффекты интеграционного такого сглаживания, да, выйдут на некое плато. Что еще тут? Я уже говорил про, вот на прошлом мероприятии, которое у нас в Ереване прошло, говорил про торговлю. По торговле у нас масса существует в публичном пространстве разных победных реляций. был, и там вот прошел, с неизменным успехом прошел экспортный форум, сделанный в России, да. А мы видим, что у нас наш флаг поднят высоко и держится крепкой рукой по деньгам. То есть денег мы от торговли внешней получаем столько же, если не больше. Посмотреть физические объемы, так там падение. И если у нас в течение последних 10 до 15 лет по рамках Евразийского экономического союза эти физические объемы, они практически были на плато. Вот ничего не росло, ничего не падало. Ну вот как-то вот так вот. Никому ничего больше не надо, никто ничего меньше как бы не продает. Сейчас тоже по физическим объемам и в рамках торговли внутри союзной произошло падение, произошла переструктуризация. Это следующая картинка, если можно. Произошла переструктуризация. Мы видим рост стоимостных объемов, мы видим изменение структуры, мы видим поставки из того же Казахстана того, чего оттуда никогда не ехало. Типа там мобильных телефонов и прочей носимой электроники. И это тоже такая перекомпоновка логистических торговых цепочек, в которой наши партнеры по союзу, они участвуют, они с одной стороны получают свою как бы дополнительную маржу, с другой стороны они во многом сглаживают те эффекты, которые могли быть для российского рынка существенно более негативными, чем они есть. Это вот просто в качестве констатации существующей ситуации. Теперь, вот тут Елена Владимировна упоминала, и Сергей Александрович упоминал начало интеграционных времен, активных интеграционных времен, это где-то начало нулевых самое. То есть там были, понятным, были постсоветские вот такие вот механизмы, которые там в 92-м, 94-м были приняты для того, чтобы как-то вот этот вот развод оформить более-менее цивилизованным. Да, а вот интеграционный новый виток, он где-то, ну, самое начало нулевых. На что я ваше внимание хочу обратить. Я думаю, что многие здесь присутствующие помнят начало нулевых. И помню, что в Российской Федерации это был период, с одной стороны, экономического подъема, достаточно высоких темпов экономического роста, с другой стороны, начало нулевых, это то время, когда Российская Федерация смогла во многом справиться с внутренними проблемами. Это кардинальное снижение там и криминализации, и общества, и экономики. Это выстраивание каких-то более-менее цивилизованных взаимоотношений. И взаимоотношений, в том числе государства, предпринимательским сообществом. Много было каких-то надежд, много было бизнес-планов, бизнес-проектов. И в тот момент, в тот период Российской Федерации, это было с точки зрения вот этой модели экономического развития, то государство, на которое наши ближайшие соседи вполне могли ориентироваться и брать эти модели себе на вооружение. И вот в этот момент как раз вот эта интеграция получила наибольший толчок, максимальный толчок. Тогда было, если помните, начиналось все с образования Евразийского экономического сообщества, 2001-й, если я не ошибаюсь. Потом был проект, который, в общем, в итоге он не вышел на какие-то практические рельсы так называемого единоэкономического пространства с участием Украины на тот момент. Потом он в какой-то степени трансформировался, то есть сама идея перешла, а все документы пришлось переписывать на корню в проект таможенного союза трехстороннего, который на практике был запущен в 2010 году. И вот где-то как раз здесь, может быть, 2010-2011 год, я лично для себя отмечаю вот эту вот дату, этот момент как некий пик вот этого интеграционного строительства, после которого пошла инерция и в какой-то степени спад. И это инерция, спад во многом, во многом созданы усилиями Российской Федерации. Я помню прекрасно, когда делались, допустим, делался договор о Евразийской экономической комиссии. Это 2011 год, она была запущена в 2012 году, до этого была комиссия таможенного союза. А какие там ломались копии с точки зрения передачи полномочий, передачи суверенитетов, при том, что интеграционный проект явно, как бы все его позиционируют как проект интеграционной России. в первую очередь российские ведомства тормозили передачу суверенитетов. Хотя на тот момент комиссия была, сейчас вот этот принцип, значит, равнопредставленности и так далее, тогда этого не было. И в основном в первом составе комиссии работали представители российской страны, Российской Федерации. Граждане, по крайней мере. Вот. Значит, что у нас, с чем мы пришли к текущему моменту. Да, у нас во многом сформировался общий рынок товаров. Да, есть изъятия, они там какие-то плавающие, ну, там последний вброс изъятия, это 15-й год с присоединением Казахстана к ВТО. Но с тех пор, в общем-то, ну, там плюс-минус туда-сюда кто-то что-то вводит локально, кто-то, кто-то где-то там немножко шалит, но все к нему привыкли. И этот рынок, существует, бизнес к этому привык, что самое главное. Бизнес понимает, для бизнеса рынок, общий рынок товаров является вполне прогнозируемым и вполне понятно, что, собственно, для бизнеса является главным, даже не там невысокий уровень регуляторики или налогообложения, а предсказуемость той среды, в которой он работает. По услугам все существенно, на мой взгляд, опять же, все существенно хуже. Мы рапортуем, что там вот есть 55 секторов или сколько там секторов-то? У меня шпаргалка есть. Да, 55 секторов, в которых функционирует единый рынок услуг, но что-то не ощущается. Ну, я не знаю, там, может быть, услуги каких-нибудь, там, дымоработницы или там, уборки помещений, ну, в общем, кого они интересуют с точки зрения остыковки экономик. Да, тем не менее, это отдельные секторы. Вот. Хотя для отчетности, в общем, хватает. Ну, и вплотную к рынку услуг, мы все прекрасно знаем, вплотную к рынку услуг живет рынок капитала, это инвестирование, то, о чем говорил Александр Владимирович. И здесь, если мы смотрим вот этот финансовый сектор отдельно, здесь никто не хочет делиться. В первую очередь, Россия не хочет делиться, не хочет пускать на свой рынок. Ну, и, соответственно, получается то же самое от коллег по цеху. Рынок труда. Во многом, он действительно получился практически единый. То есть здесь очень большие достижения. И, опять же, эти большие достижения связаны с тем, что Российской Федерации это в какой-то момент стало нужно. стало нужно получать рабочую силу, которой в России не хватало. Значит, то есть мы вот на этих примерах мы видим, насколько сильно на перспективы и уровень вот этого интеграционного взаимодействия влияет позиция именно Российской Федерации. Сейчас у нас такая ситуация, что, с одной стороны, наши партнеры по Евразийскому Союзу получают определенные дополнительные бонусы. Как я уже сказал в начале, на мой взгляд, эти бонусы будут получаться достаточно краткосрочно и получают их не все. Например, Казахстан побаивается их получать. Да? Ну, понятно, у нас в мире такая конструкция сложилась, что маленьких обижать не принято, а Казахстан он не маленький. Да? Ну, значит, и дальше, дальше все зависит, на мой взгляд, в первую очередь от того, как поведет себя Российская Федерация, как она, какие она идеи будет продвигать на этой интеграционной площадке. мы упоминала уже Елена Владимировна стратегию, но я не знаю, при всем уважении к той работе, которую проводит комиссия и к тем сложностям, которые комиссии, я прекрасно это знаю, вынуждены преодолевать для того, чтобы что-то продвинуть, вот мое личное прочтение стратегии 25-го года, до 25-го года, ну, она же декабрьская, по-моему, да? или декабрьские документы? Она, на самом деле, в 19-м году вырабатывалась. ну, принято она где-то... И базово, базово, более-менее оформлено, это появилось к началу 20-го года. Но в течение 20-го года шла работа над планом уже. Да. И она, естественно... Ну, в общем, она принята в более-менее спокойные времена, понимаете? И тогда можно было прогнозировать на какую-то перспективу, там, 25-е, 30-е годы, да? И вот у меня сложилось впечатление, что и при инерционном сценарии развития всего и вся можно будет по большинству положений стратегии отчитаться о том, что они выполнены. То есть, мне показалось... Я не знаю, может быть, я не прав, может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что в стратегию заложен именно такой принцип. Ну, знаете, я вам хочу сказать, что это классно, я вам хочу показать, что это одна вещь, которая... Понимаете, в чем дело? Многие вещи, которые закладывали в стратегию, они на самом деле даже для Российской Федерации, после этого времени в стране Российской Федерации готовила кусок, Когда из комиссии нам какие-то пришли более амбициозные какие-то разделы, какие-то даже для нас они казались амбициозными и, возможно, ну, ладно, давайте на будущее заложим там расчеты, международные расчеты и так далее, да? Мы, конечно, боялись больше за систему прослеживаемости, что оказалось другим более амбициозным. Я вам хочу сказать, что сегодняшний день, вот когда эти санкции обрушились, это создали, оказалось, что очень многие положения, которые были заложены в стратегии, на которые мы смотрели, так, знаете, они реально нужны, они начали двигаться быстрее, хотя мы их рассматривали, ну, когда здесь такое завершение, красивое оформление тортика, на самом деле, ну, получится, не получится, ладно, они на самом деле оказались самыми-самыми. Я согласен, согласен еще раз, но те формулировки, в которых вот стратегия написана, они дают возможность маневра. Значит, что сейчас? Вот эта стратегия, она, еще раз говорю, написана в спокойные времена и для спокойных времен. Сейчас все поменялось. Все поменялось, и вот задача Российской Федерации, опять же, на мой взгляд, я свое мнение здесь высказываю, задача Российской Федерации на этом этапе, ну, глобально задача, стратегическая задача, вы уж простите, прямоту не растерять партнеров по Союзу. И для этого, во-первых, во-первых, нужно вести себя достаточно осторожно с точки зрения каких-то, может быть, амбициозных проектов, которые там были где-то запланированы и в которых в основном прослеживается российский интерес с одной стороны, с другой стороны, есть вещи, которые нужно делать и которые находятся в зоне общих интересов, в зоне общих интересов, естественно, эта инфраструктура. Да, что мы имеем? Мы имеем сейчас альтернативный коридор, ну, почти уже сформившийся альтернативный коридор восток-запад, из Средней Азии через Каспийское море и дальше, значит, на железке, в Баку, через, это самое, через Турцию и Иран. Это следствие чего? Того, что Российская Федерация стабильно и монотонно так, в общем, с качественным очень, извините, пожалуйста, с качественным очень таким постоянством она применяла, в общем, дискриминационные тарифы на железнодорожные перевозки. Ну, вот была так политика, ну, что теперь поделаешь, в результате у нас сейчас железная дорога у нас заткнулся, восточный полигон еще перегружен, на западе наоборот пусто, север-юг у нас нету, да, вот вся эта инфраструктура, сейчас вот прилетел жареный петух, ну, мы сейчас вернемся там эту инфраструктуру создавать. Она во многом, во многом затрагивает страны Евразийского экономического союза, и они должны быть задействованы, они должны быть заинтересованы. Это раз. То, о чем говорила тоже Елена Владимировна, система платежей, это инфраструктурные проекты. Значит, это, возможно, некий очень тщательно, аккуратно отобранный пул проектов. Вот системные решения, я не верю в то, что какие-то системные решения на уровне там каких-то поддержки евразийской компании или еще, что-то сейчас вещь проходная. Вот, но аккуратно выбранный пул проектов, направленный в том числе на какое-то импортозамещение, и предполагающие совместное какое-то участие, подключение в каких-то частях предприятий из разных стран Евразийского Союза, мне кажется, вполне вещь, которая может полететь. Ну и самое главное, самое главное, на мой взгляд, условия, при которых, вот, как бы там не была отработана вся эта конструкция интеграционного взаимодействия, самый главный условий, при котором вот эта конструкция может дать максимальный эффект, это то, что внутри Российской Федерации будет проводиться регуляторная экономическая политика, дающая реальные плоды, даже в этих сложных условиях для для начала сокращения там падения и выхода на какой-то рост, то есть это облегчение жизни бизнеса, создание условий, в которых он чувствует себя наиболее предсказуемым способом, потому что без этого наши партнеры не будут смотреть на Россию как на модель для поведения. Вот примерно так. Спасибо. Спасибо. Андрей Владимирович. Следующим хочу предоставить слово Елене Михайловне Кузьминой, заведующей сектором Беларуси, Молдовы, Украины, Центра постсоветских исследований МОРАН. Пожалуйста, Елена Михайловна. Я постараюсь не повторяться, потому что очень много уже было сказано. Я бы хотела остановиться на некоторых аспектах, в чем-то я согласна с коллегами, в чем-то не очень. Давайте все-таки будем смотреть и исходить из того, что у нас уже есть сейчас. Все было очень хорошо к 22-му году, но все-таки те 9 месяцев, которые уже, ну даже уже не 9, уже 10 месяцев этого года, они очень сильно изменили у нас ситуацию. Ну давайте начнем с того, что в торговле, да, сказали, что у нас выросла торговля только за счет того, что у нас она выросла в ценах. У нас есть еще один очень интересный такой момент, что у нас у маленьких, у двух маленьких стран вырос очень сильный импорт. Особенно в Армении. Понятно, что речь идет о Армении нечем так особо торговать таким, в чем растет цена. Они не торгуют ни энергоресурсами, не продают, я имею в виду, ни энергоресурсы, ни какие-либо другие ресурсы в больших количествах. Это чистые воды, серый импорт. То же самое, кстати, и с Киргизией, потому что золото, конечно, Киргизия везет в Швейцарию и в Великобританию, а никак не в Российскую Федерацию или в Казахстан. И здесь, конечно, наверное, важнейший вопрос в том, что мы будем возить серый импорт на все или все-таки мы это как совместим с импортозамещением. Понятно, что у нас есть карта импортозамещения, достаточно так широко, широкий формат представлен. А? Духи, ну вот, идите. Ну, вот у меня... Да, да, да. Ну, вот, мне кажется, что здесь как раз-таки чем надо заниматься, то здесь нужно увязывать, да, то, что мы будем импортозамещать конкретно, причем абсолютно вот поименно все товары, какие только могут быть, а что мы в принципе просто улучшим механизм серового импорта. И это такая важная вещь, и делать ее нужно, извините меня, не на уровне Российской Федерации и министерств различных и ведомств Российской Федерации, а все-таки мне кажется, что это придется делать на уровне Евразийской комиссии, ну, во всяком случае, взаимодействия всех государств, как красиво было сказано, с подставлением плеча Евразийской комиссии, вот, потому что здесь, ну, других вариантов, мне кажется, ну, как минимум в ближайшей перспективе, мы говорим, да, о ближайших пяти годах, я так понимаю, навряд ли возможно. Теперь следующий момент, рынок труда, для Евразийского это для Евразийского союза, это хорошо или плохо? С моей точки зрения, это, в принципе, хорошо, это, в принципе, хорошо. Может быть, для российского рынка труда это представляет какие-то проблемы, хотя, ну, это тоже такой вопрос достаточно спорный, достаточно спорный. И здесь тоже, в общем-то, у нас вся, значит, регулятивная составляющая, она была построена на то, что едут в основном в Россию. Ну, может быть, там где-то частично Казахстан, но с моей точки зрения, все-таки было построено именно в таком формате. А может быть, здесь-то как раз-таки посмотреть не только регуляторику того, что россияне могут куда-то ездить. Понятно, что часть из них уедет в другие страны, часть из них вернется в Россию. Но если мы говорим о том, что у нас, ну, должны быть там, я не знаю, какие-то производства, да, и вот те самые цепочки, которые, про которые мы говорим, может быть, это тоже нужно каким-то образом увязывать в формате. Может быть, и хорошо, что трудовые ресурсы. Потом, сфера услуг. У нас очень много релакантов, это все-таки люди, которые занимаются услугами. Сфера услуг. И здесь тоже, в общем-то, есть, ну, определенная сфера применения. Сейчас очень много можно говорить о том, что мы, как мы хорошо, много чего сделали, как у нас плохо сейчас в связи с сегодняшней геополитической ситуацией. Мне просто хотелось бы как-то, что мы можем сделать все-таки. и здесь это такой, ну, с моей точки зрения, это очень важная вещь. Теперь, то, что касается, еще один момент, очень важный, который связан, ну, как говорится, наши визавии, не сидят, сложа руки. Вы знаете, да, что, значит, американцы выдали официальный документ, по которому они предполагают оторвать от российской и по возможности китайской экономики оторвать Центральную Азию. Ну, примерно такие же документы, я думаю, если не появились, то появятся в связи с Кавказом. И здесь тогда вот вопрос, а мы-то что должны делать? Мы должны на это как-то реагировать? вот здесь, в общем-то, это такое тоже, вроде бы, это вопрос как бы геополитический, но по большому счету здесь очень много моментов. Можно ли оторвать, можно ли донести до стран? Ну, вас отрывают, хорошо. Просто мне интересно, я не предполагаю, что мы уже видим, что происходит на Украине, да, и мы понимаем, что отрыв от российской экономики чаще всего это снижение качества экономики или уничтожение экономики. Чем слабее экономика, чем меньше экономика, тем скорее речь идет об уничтожении экономики. То есть, опять-таки, здесь я вот абсолютно согласна с Андреем Владимировичем, что у России здесь должно быть какое-то свое видение того, как это, ну, так скажем, как это, возможно, ну, если не предотвратить, то не дать этим планам состояться полноценно, и я думаю, что заинтересованность у стран в этом может быть. Плюс, ну, опять-таки, мы можем говорить, что мы говорим только о экономических вопросах, но ни для кого не секрет, что, когда мы говорим об НПО, да, американских или местных НПО, которые прикормлены американцами, то это тоже очень сильно влияет на экономику, вот, если мы посмотрим, да, то, что сейчас произошло с договором о водохранилище, когда договаривались о границах Кыргызстана и Узбекистан, здесь абсолютно чистой воды, такой, с моей точки зрения, наезд на именно экономическую часть, потому, что в рамках ШОС было принято решение, что все-таки эта железная дорога будет строиться из Китая через Киргизию в Узбекистан и здесь фактически просто противовес. Я привожу это просто как конкретный пример, потому что абсолютно такие же форматы есть, может быть, они видны на сегодняшний момент, они есть и в наезде на другие страны и на необходимость в общем-то разделения, ну так скажем, отключения национальных экономических интересов, а подключения каких-то, ну так скажем, сверхмодных вещей, в данном случае подключения вопросов, связанных и с экологией и с рядом других водных вопросов. Теперь то, что касается дальше, то, что касается транспорта, ну, есть у нас различные форматы, но если вот сейчас очень много говорят о формате север-юг, а скажите мне, он особо нужен тем же центрально-азиатским государствам, учитывая, что они уже построили себе, я немножко скептически отношусь к перевозкам через Каспийское море, потому что все-таки это озеро, и там все это ограничивается именно тем, что это озеро, и там особо много чего не перевезешь, ну, вернее, ты перевезешь только определенный объем, ты не перевезешь всего того, чего обещаешь перевести, но меня интересует, вот, мы же говорим о Евразийском Союзе, и мы говорим о нашей внутренней торговле, о наших производственных цепочках, и так далее, и так далее, дороги, а если мы посмотрим, в общем-то, те дороги, которые у нас функционируют, международные в том числе, они-то в основном функционируют качественно, в основном, в большей степени в двух странах, в двух странах, причем, если мы посмотрим то, что строил Китай, пусть в той же Киргизии, пусть в том же Казахстане, это абсолютно не нацелено туда, не нацелено на развитие евразийских связей, нацелено абсолютно на другие вещи, и эти дороги, они так и построены во многом, а вот эти, ну, мы строим, вот, очень большое количество дорог, которые необходимы, допустим, той же России и Казахстану для взаимодействия, они как раз-таки находятся в отручающем состоянии, я, знаете, когда езжу в Оренбург, ну, там очень часто бывают такие бизнес-миссии, и там, мне кажется, последние лет, ну, я езжу 7 лет, и 7 лет говорят о том, что, ребят, ну, давайте нормальной дороги-то сделаем, чтобы нам была возможность как-то взаимодействовать более эффективно, а не так, что мы где-то остановились, и дальше двигаться очень сложно, причем, речь, еще раз повторяюсь, не идет о каких-то магистралях, а речь идет о реальности, не только магистральных, а более реальных, более важных для стран, особенно в приграничных регионах, дорогах, и мне кажется, что здесь как раз-таки нужно работать именно над этим. То, что касается, еще один момент, а вот, если мы посмотрим, опять-таки, много говорилось о том, что наши страны, потому что наши страны, это вне Евразийского союза, торговля больше, но в основном это ресурсы, в основном это ресурсы, и эти дороги-то особо не нужны для этих ресурсов, вернее, если это углеводороды, то это чаще всего все-таки трубы, которые уже есть, и очень сомневаюсь, что это можно будет поменять, во всяком случае, в быстром формате, а вот все остальное-то, оно в большей степени все-таки идет внутри страны, внутри союза, извините, поэтому мне кажется, что вот это такой очень важный и очень нужный момент. Еще один вопрос, он очень болезненный, очень сложный, и он не экономический, но он очень сильно заденет Евразийский Союз. А вот вы мне скажите, пожалуйста, вот сейчас такое большое значение придают различным национальным движениям, которые очень часто принимают такую антироссийскую направленность. Уж извините, что я это говорю в экономическом формате. А как это... Ну, а если мы представим, что в борьбе с коррупцией в Казахстане, а это знак равенства в борьбе с Назарбаевским кланом, идея евразийской интеграции вдруг окажется не, так скажем, не в фаворе, ну, скажем так, очень аккуратно. и что дальше. Мне кажется, что все-таки вот эта часть, которая не являлась как бы частью договора, но которая сейчас очень серьезно, ну, так скажем, во многом давит на Евразийский Союз, она должна решаться. И мне кажется, что нам в любом случае придется какие-то общие, ну, так скажем, идеи вырабатывать не только экономические. Я закончу на этом. Если надо будет что-то прокомментировать, я прокомментирую более точно. Спасибо, Елена Михайловна. Я хочу предославить слово другому представителю Мумо Ран с Гану Шашутовне-Мегранян, заведующий сектором Кавказа, Центра постсоветских исследований. Пожалуйста. Устаревшая информация. Заведующий сектор Кавказа Муханов Вадим. Да, я всего лишь пока что, так сказать, в полуформатном состоянии. Ведущий научный сотрудник, ну, и также представляю Институт экономики. Вы знаете, очень сложно выступать в последней, ибо очень много сказано. и на самом деле приходится все переформатировать. Я позволю себе сразу же тезисно сформулировать некоторые вещи с тем, чтобы и время сэкономить, и как бы для себя структурировать все, что я услышала с собственной позиции. Ну, так, первый вопрос. Достижение ЕАЭ, безусловно, очень значимо, безусловно, представитель комиссии абсолютно прав, что проведена тистаническая работа по формированию законодательной базы, по созданию условий, и, в принципе, достижение реальной интеграции в формате общего рынка товаров, товаров, общего рынка товаров и общего рынка, и даже, можно сказать, единого рынка труда. Здесь это подчеркивалось, и сложно с этим не согласиться. Но я на этом хвалебно свою оду завершу, ибо достижения все прекрасно знают, и с учетом сложности момента я позволю себе следующие тезисы с точки зрения моего субъективного понимания ситуации. Итак, в первую очередь, стратегии развития и программы. Прекрасно, да, они действительно были сформированы, сформированы и сформулированы в 2019 году, в шел процесс их в общем-то обкатки, согласования и прочее. В 2019 году, если мы помним, он не был, этот документ, принят ввиду наличия разногласий, его перенесли благополучно на 2020 год, и в начале 2020, в период как раз пандемийных, так сказать, событий, он таки был согласован в достаточно таком облегченном варианте, как вот сказал представитель, Елена Владимировна, с довольно неплохим люфтом развилки, что позволяет в общем-то в формате стратегического документа говорить о том, что да, программа выполняется. С учетом нынешней ситуации, я бы предположила, что вносить кардинальные изменения в подобного рода документы не представляется возможным, так как токсичность взаимодействия с Российской Федерацией, которая формирует более, ну, мягко говоря, на сегодня 80%, ранее это было до 90%, экономики и собственно союза достаточно сложно, поэтому я полагаю, что евразийской комиссии ЕЭК скорее всего было бы с точки зрения тезиса о гибкости переходить не на внесение изменений с учетом сложности процедур в стратегические или базовые документы, а формировать некоторые новые форматы программного развития, которые бы были основаны на проектных или даже точечных идеях непосредственно каких-то определенных действий, даже не в формате отрасли или сектора, а в формате каких-то конкретных достижений. И вот эта реализация, точнее сначала формирование, формулировка таких позиций и их реализация была бы крайне важным инструментом демонстрации позитива, эффективности действия Евразийской комиссии и Евразийского союза. На сегодняшний день нужны положительные примеры, которые бы позволяли бизнесу ощущать действенность этой системы. Это первое. Второе. Вопрос ожиданий. По поводу амбиции, о которых очень много говорила Елена Владимировна, я полагаю, что амбиции на сегодняшний день для Евразийского союза может собственно быть сам факт ее сохранения, его сохранения этого союза, с учетом тех амбициозных программ, которых говорила Елена Михайловна. И формирование стабильной устойчивой системы взаимоотношений, которые бы работали на благо не роста ВВП, не роста общих показателей, а на благо другого показателя, который мы все время забываем, уровня жизни населения. То есть формирование новых рабочих мест, возможностей развития, возможностей предпринимательства. И здесь я бы не переходила исключительно к избитому формату либерализации предпринимательской среды. Очевидно, что в нынешних условиях допустимы некоторые другие макрорегуляторы, которые бы облегчали жизнь предпринимателей, но включая в этот процесс большее нормирование, большее регламентирование тем, чтобы направить бизнес в те возможные ниши, где он может себя реализовать. Вот такой работы на сегодняшний день Евразийская комиссия не проводила вообще, от слова совсем. Следующая позиция, то есть это пересмотр форматов взаимодействия между странами, членами ЕАЭС. Не обязательно, чтобы все вопросы решались на уровне глав правительства или глав государств, что собственно на сегодняшний день и происходит. Необходимо очевидно переход на форматы как минимум взаимодействия предпринимательских ассоциаций. Пусть это будут отраслевые ассоциации, пусть это будут ассоциации потребителей и так далее, и так далее, которые бы могли как раз реализовать точечные решения по конкретным вопросам. Приграничия, перемещение транзита и растаможки с точки зрения технических процедур какого-то конкретного товара. Но в большей степени это должно касаться сверхуслуг, а как раз таки той системы, которая менее всего развита. По Евразийской комиссии я вот, наверное, пожалуй, на этом остановлюсь, утверждая тот фактор, что, на мой субъективный взгляд, проектный подход был бы на сегодняшний день более решающим. Теперь о ситуации в целом и о возможности наращивания взаимодействия и не только взаимной торговли, но и экономического сотрудничества в целом стран ЕАЭС, стран, которые так или иначе взаимодействуют с ЕАЭС, то есть это партнеры, это страны, вовлеченные в формат свободных экономических зон, которые подписаны с ЕАЭС, это наблюдатели и так далее. И не забываем, еще у нас есть другой формат, точнее их два, формат СНГ и формат ШОС. Возможно, в перспективе могло бы быть и БРИКС, хотя эта перспектива должна максимально ускоряться. Поясню свою позицию, это то, что мы на сегодняшний день называем большой евразийской интеграционной политикой, которая с учетом специфики и характера экономических систем, тех стран, которые участвуют в ЕАЭС, не может сформировать необходимые условия для преодоления тех сложностей, которые у нас сегодня существуют. Понятно, что как бы не увеличился импорт, реэкспорт Армении, Китая и даже Казахстана, если предположить, это никак не может решить те проблемы, которые стоят на сегодня перед российской экономикой. Нужны совершенно другого уровня партнеры, с другим размахом, с другим потенциалом. И поэтому задача, как мне кажется, евразийского сообщества в виде интеграционного проекта на сегодняшний день максимально расширять вот этот пул акторов, участвующих во взаимодействии. И только в этом случае мы можем говорить о реальных моделях компенсации тех потерь, которые мы имеем в части российской экономики. Совершенно согласно стезисам Андрея Владимировича о том, что на сегодняшний день собственно именно российская экономическая политика, политика макрорегулирования будет определять те тенденции и характер взаимоотношений, которые мы имеем с точки зрения реакции стран-членов ЕАЭС. И ну я думаю может быть кто-то не разделит со мной пессимист, мы не можем ожидать ни от одной страны, кроме России, каких-либо реальных предложений по решению вопроса. Потому что опыт не просто изучения, а именно общения и пребывания в этих странах, членов ЕАЭС, показывает то, что все они нам задают вопрос, а почему Россия не предлагает проекции. И на ответный вопрос мы слышим а мы что, мы не знаем. Поэтому инициатива должна исходить от российской стороны. В противном случае мы обречены на инерционное развитие. По поводу сегодняшней ситуации еще один момент. Все страны, в том числе страны ЕАЭС, довольно активно и с удовольствием включаются в тот процесс формирования дополнительных видов деятельности, дополнительных доходов, который в общем-то обеспечен перераспределением ренты российской экономики. И здесь очевидно, что все хотят получить все, но при этом за это ничего не иметь. Но ясно, что этого не может быть. Тем не менее, та политика, которую демонстрирует на сегодня российская сторона, мягкого продвижения своих интересов, но отнюдь не лоббирование их, она на сегодняшний день абсолютно развязывает руки нашим бывшим партнерам в этом смысле. И здесь необходимо рассматривать довольно четкую, прагматичную позицию, которую демонстрируют например те же Соединенные Штаты. А именно, если мы предлагаем какой-то стороне участвовать в определенном проекте, обеспечивая им определенные дивиденды для их экономического развития, то мы вправе рассчитывать на то, что есть ограничения для участия в подобных проектах. Это практика, прежде всего продвигаемая Соединенными Штатами. Ну, может быть, за 30 лет развития уже пора хоть что-то перенять и чему-то научиться. То есть все имеет свою цену. И вот эту цену необходимо обозначать на начальных этапах формирования проекта, с тем, что потом не было. А мы вот боимся, мы маленькие и слабые, и нам грозят вторичные санкции. вот мы селены Халмны были в Армении только что, и я им совершенно очевидно сказала очевидные вещи. Да, действительно, есть резкий рост дохода по экспортно-импортным операциям. И как справедливо замечает Андрей Владимирович, это временное явление, потому что как только они выйдут на плато, весь этот прирост остановится, и они будут говорить о том, что все, их интерес завершен. Поэтому для того, чтобы формировать приемлемые условия функционирования и участия включения всех наших партнеров по евразийскому пространству в обеспечение параллельного импорта, самое главное в обеспечение платежных процессов, а также транспортных услуг транзита, необходимо переходить от инерционного развития к формированию четких малых проектов, а точнее пула предпринимательских услуг, при которых они должны понимать, что фирмы будут возникать и функционировать в краткосрочном периоде. Это могут быть организованные фирмы на короткий период, на отдельный проект, их должно быть много и бесконечно они должны меняться. Ну вот система каруселя никем еще не отменена и соответственно мы должны четко понимать, что мы живем в совершенно иных условиях и нам не надо рассказывать вот абсолютно только исходя из того, что мы формируем на сегодняшний день вот эту позицию всех до соблюдения, всех требований, правил ВТО и предпринимательских каких-то вещей в доктрине либерального развития есть. Ну ребят, у нас официально параллельный импорт, у нас официально есть жесткое давление, о каких правилах равной конкуренции мы говорим, если у нас вообще не работает ВТО по отношению к России, ну и так далее, я сейчас могу много чего перечислять. Поэтому либо мы как бы спускаемся в реальность и работаем в рамках той системы и четко обозначаем свои позиции по каждому конкретному вопросу, либо мы остаемся условно правильными и при этом непонятными для наших партнеров. И вот как раз вопрос непонятности является главным риском для всех, кто с нами так или иначе готов сотрудничать, начиная от больших гигантов Китая, Индии и завершая малыми карликами типа Армении, Киргизии, Таджикистана и так далее. И очень коротко по основным позициям. На сегодняшний день должно быть развитие проектов по платежно-банковской системе и в сфере формирования новых подходов к переходу на расчеты национальных валют. Совершенно не важно, какие валюты и какую пару мы будем использовать. Важно то, что на сегодняшний день отсутствует методика расчета курсов этих валют. То есть, извините, если мы все считаем через кросс-курс, то это совершенно нивелирует все те факторы хеджирования валютных рисков, которые могли бы дать переход на расчеты национальных валют. Поэтому должны быть сформированы либо условные расчетные единицы, либо валютная корзина, или хотя бы как минимум методика прямого расчета валютного курса, условно там рубль сом, рубль тенге и так далее. Даже рубль юань и то мы делаем через доллар. По транспорту здесь я соглашусь с Еленой Михайловной здорово, конечно, что есть альтернативы типа восток-запад, да, мультимодальный транспортный путь, я сознательно говорю именно путь, а не коридор, потому как здесь мы не можем его масштабировать до уровня коридора в силу географических, физических и прочих возможностей этого транспортного пути. Здорово, если есть обходной путь центральной азиатки, минуя Россию, но тоже он совершенно справедливо замечено построен для реализации китайских проектов и не предполагает включение туда ни России, ни стран Центральной Азии. Поэтому очевидно нужны дополнительные соглашения, пересмотр, потому что обратно с запада на восток идут незаполненные составы, и это есть не что иное, как потеря окупаемости. Что касается транспортно-логистических путей и переформатирования вообще логистики в целом, на сегодняшний день мы должны четко понимать, что официально вот за полтора-два года мы не сможем построить альтернативных путей. Поэтому мы будем использовать иранский метод, венесуэльский и прочих и прочих стран, когда для России базовым экспортным продуктом, являясь минеральные ресурсы, требуют использования определенных параллельных или серых схем по танкерному флоту, по большим крупно-тоннажным перевозкам, контейнерным и так далее, и так далее. И здесь возможно мы можем говорить о юрисдикции стран ЕАЭС, через которые мы можем облегчить процесс использования уже имеющихся экономических ресурсов. Ну и последнее по рынку трудовых ресурсов, действительно довольно-таки быстрые динамичные процессы с точки зрения обратных потоков, но я не могу наших переселенцев назвать мигрантами и не могу их назвать в том виде релакантами, как они имеют место быть, потому что это, ну скажем так, очень такие долгоиграющие туристы, которые на самом деле сейчас релаксанты, как их назвали, которые сейчас пытаются понять, а вообще куда они попали, что им там делать. И очень малое количество из них готовы привносить свой экономический потенциал, как в начале марта месяца мне утверждали, что что вы говорите, мы со своим бизнесом поедем в Казахстан и будет нам счастье. Я говорю, ну вы еще не знаете специфики Казахстана. Вот теперь они узнали специфику Казахстана, Киргизии, Армении и так далее, и они начали сильно задумываться, а что же им делать. И вот тут возникают нюансы, когда вот спустя 9-10 месяцев эти самые переселенцы будут принимать решение, каким образом им позиционировать себя. Чаще всего мы будем иметь очевидно смену юридической юрисдикции, но не смену производства, и поэтому изменения экономического потенциала и карты мы не можем говорить. И победная реляция о том, что сейчас за счет российских айтишников Казахстана или Киргизия станет меккой развития цифровизации, но это из разряда анекдотов. Мы прекрасно понимаем, как это все работает. И вот здесь есть нюансы. Это нюанс, в первую очередь, российского рынка сохранения своих высококвалифицированных кадров и наиболее активных предпринимательской части в том смысле, чтобы создать для них условия позиционирования вне России, но оставаясь включенной в российскую систему. И вот это является тоже проблемой макрорегулирования. Поэтому очевидно, что миграционная политика меняться не будет, а скорее всего будет меняться политика внутреннего регулирования по отношению к резидентам, нерезидентам и так далее. Как это будет происходить, пока непонятно. Спасибо. Доли сознания. Для одних это сбежавшие от мобилизации, а для других это ценные работы. Ну вот. Если бы они были ценные, 93% в Грузии у себя проводил, 93% это индивидуальные предприниматели, те, которые все портфели бизнес. В итоге фактически речь идет о том, чтобы открыть карточку, чтобы было юридическое лицо. Точно не дают никакие производства. Ну, было очень много разного рода таких радостных, особенно весной, летом, когда мы ездили по нашим партнерам. Нам все это рассказывали в таком вот свете и выкладки не убеждали никого. На сегодняшний день они уже более трезво к этому относятся и вопрос заключается в том, чтобы дать возможным этим лицам определиться, в каком поле они остаются. Потому что та часть, а их немало, которые работают на западной компании и они вынуждены подчиниться их требованиям, переезжая за пределы России, явно они не будут ни в коем образом вписываться в экономическую среду этих стран. и здесь достаточно много нюансов, которые надо учитывать. Поэтому каких-то глобальных изменений политики, регулирования рынка труда я не ожидаю. Спасибо. И у нас остался последний участник дискуссии Александр Сергеевич Королев, заместитель директора ЦКИМИ Высшей школы экономики зацен департамента международных отношений в путь мировой экономики и международных отношений. Пожалуйста. Да, коллеги, большое спасибо. Ну, наверное, уже очень много было сказано, поэтому я скорее в дополнение или в комментарии тому, что уже было озвучено, много говорилось о том, что насколько вообще новую стратегию развития ЕС до 2030 года важно делать амбициозной, не амбициозной. Ну, вообще, понятное дело, что понятие амбициозности, оно сейчас, в принципе, все те направления, которые пытаются реализовать, они все по определению амбициозны, что не хорошо, не плохо, это просто факт. Но тут важно, на мой взгляд, остановиться на той развилке, которой пока что у ЕС, по сути, не было в первые 5 лет или 7 лет развития. Это развилка реактивности и проактивности, поскольку то, чем занимался до этого Евразийский экономический союз и применительно к выстраиванию внешнеэкономических соглашений и отношений с третьими странами и какие-то внутри ЕС развития маркезиковой деятельности, предпринимательства, бизнеса и так далее. Это совершенно не новые форматы механизмов, которые десятилетиями уже были обкатаны на других интеграционных обвинениях в той или иной степени эффективны. Поэтому тут опять же вопрос, в какой степени готов в нынешних условиях Евразийский экономический союз играть на опережение, не просто быть реактивным к тем процессам, которые сейчас происходят, а уже не просто подстраиваться, адаптироваться под ту новую рамку, которая возникла и в рамках коронакризиса, и в рамках обострения геополитической напряженности, это открытый вопрос. На мой взгляд, пока что не готов, но это не значит, что мне нужно двигаться в этом направлении. Безусловно, нужно. Второй момент, это вот я здесь, безусловно, соглашусь и поддержу Азва Шотовна о том, что вы говорили, по поводу бизнес-ассоциаций, мне кажется, это та вещь, которая просто необходима для развития бизнеса и внутрирегиональной торговли в рамках Евразийского экономического союза. Да, с точки зрения в денежном выражении внутрирегиональной торговли растет, но если мы смотрим на доли, что гораздо более показательно и релевантно для анализа рынка внутрирегиональной торговли, здесь по разным оценкам 8-9% внутрирегиональной торговли в ЕАЭС, что с одной стороны в принципе показывает, пессимистично показывает, насколько стороны реально заинтересованы в торговле друг с другом, но и одновременно показывает те системные ограничения, которые есть, и те системные недоработки. И вот в устраивании бизнес-ассоциаций, мне кажется, возможно использовать пример, как заходят и используют бизнес-ассоциации Института торговых и омбудсменов в другие страны зарубежных, в частности, Турция. Как Турция работает активно в Центральной Азии, в частности, в Кыргызстане, и используя под эту широкую инфраструктуру гуманитарную экономическую, например, ТИКО, турецкое агентство по международному развитию, которое же далеко, на самом деле, выходит за рамки чисто гуманитарной повестки, или та же ДжИКО, японское агентство, которое также очень активно, как ни странно, выстраивает для своего региона, я имею в виду, выстраивает отношения с Центральной Азией, также американские торгово-промышленные палаты, палаты представителей и так далее. Это те направления, которые, безусловно, важно усилить в рамках Евразийского экономического союза. С чем я не совсем согласен, это с подходом, что вот Россия является, да, это факт, естественно, статистический, если бессмысленно спорить, что Россия является ключевым экономическим игроком в рамках Евразийского союза, и по этой причине именно Россия должна предлагать, а остальные стороны Евразийского экономического союза работать на прием, я с этим не совсем согласен, поскольку, мне кажется, как раз вот такая парадигма отношений, она и создаст, точнее, сохранит ту инертность, которая есть, и пассивность в рамках Евразийского экономического союза, когда по факту стороны работают на прием и ждут, что Россия предложит, а сами при этом не готовы по разным причинам, ввиду нехватки компетенции или еще чего-то, желания представить какие-то конкретные предложения. Можно реплику? Я не имела в виду, что только Россия должна. Я имела в виду, что Россия должна начать, потому что они все ожидают, и может быть тогда это их как-то разбудит. Ну, вот я могу, например, сказать, мы тоже с коллегами делали большой проект по анализу приграничного сотрудничества России-Казахстана, и тоже выезжали в Казахстан, и казахстанская сторона неоднократно говорила почти со всеми отраслевиками, экспертами, с кем угодно, с которыми мы общались. Позиция была очень простая, что вот Россия выламывает руки, закладывает различные дискриминационные меры и так далее, не пускает продукцию казахстанскую на рынок России, и на рынок, ну, прежде всего, России. Отчасти это безусловно факт, но при этом мы спрашиваем, а вот вы конкретно что-то предлагали в рамках своей деятельности? И они говорят, а зачем? То есть, а зачем нам предлагать? Мы хотим посидеть, послушать, что нам предложат. То же самое, когда вот мы с представителями казахстанских бизнес-миссий разговаривали, мы говорили, вот, пожалуйста, принимали проект под цифровизацию, под которым Казахстан подписался, или принимали соглашение по свободной торговле с Вьетнамом и другие-другие соглашения. Вы конкретно какие-то предложения свои выдвигали, и в основном казахстанская сторона говорила, ну, вот, мы приходили, мы слушали, вот, потом ставили галочку, подпись, ну, потому что в целом, да нормально, в общем-то, какие-то чувствительные моменты есть, но с этим жить можно. Вот. Мне кажется, если такой подход останется, то вот эта инерция, которая есть, безусловно, в рамках Евразийского экономического союза, она никуда не уйдет. Следующее направление по поводу, да, вот уже было сказано, ЦДС, и в целом можно объединиться со стратегией. В целом, в стратегии, мне кажется, очень важно закладывать реально, реально те вызовы, с которыми Евразийская экономическая комиссия и в целом интеграция будет сталкиваться и через 5, и через 10, и через 15 лет. Они, в принципе, назрели уже очевидно, это фрагментация региональной экономики, это регионализация экономики, это сокращение и разрывы, по сути, сбоев, цепочках добавленной стоимости, и все, что связано с вопросами параллельного импорта, здесь, естественно, и технологического суверенитета. В плане параллельного импорта, конечно, это надо очень изящно эту идею обыгрывать и продвигать, поскольку здесь уже важно учитывать конкретные интересы отдельных стран. Для России, естественно, в условиях того, что страны отдельные дели санкции, теперь полуупорники Россия не может приобретать, возникает вопрос, а что теперь делать, то есть в плане производства и так далее. Естественно, логичная развилка – это самим что-то делать, но на этом нет ни ресурсов, ни времени, поэтому нужно где-то закупать в других местах. Как это делать без зонсового на торговле? В принципе, можно, но вопрос, как это логистически завозить. И тут уже вопрос, естественно, возникает про налажение каналов параллельного импорта, что, естественно, вызовет определенное отторжение в странах-членах ЕС, прежде всего, в Казахстане. Такая бы неоднократно говорил, что в Казахстане не будет вот этим хабом, через который просто завозится критическое оборудование и продукция. Но, тем не менее, этот вопрос, естественно, нужно обговаривать, и тут уже важно именно политическое решение. И это вопрос, на мой взгляд, уже не сколько в экономической плоскости, а сколько в политической плоскости. Тот же самый вопрос про деталеризацию платежной системы. Я, безусловно, соглашусь полностью поддерживаю коллег, которые говорят, что это не просто вопрос про доллары, не доллары, рупии, я не знаю, или рубли, что угодно. Это вопрос, прежде всего, про инфраструктуру, естественно, как это выстраивать. Но, помимо, опять же, инфраструктуры, это еще и действительно вопрос очень политически чувствительный. Вот просто приведу пример. Например, с Китаем у России уже выстраивается, и постепенно, постепенно, медленно переходит больше взаиморасчета в нацвалютах. Юань, рубль, это уже 18% от общей торговли. Есть Индия, с которой тоже пытаются это сделать, но пока не получается. Есть страны, с которыми уже реализуются соглашения по ЗСТ, тот же Вьетнам, который говорит, что мы, в общем-то, боимся, мы боимся попасть под вторичные санкции, мы боимся, у нас нет инфраструктуры, и, в общем-то, нет по факту желания это делать. А желания нет, потому что, опять же, вопросы, да, просто боязнь. И тут действительно вопрос, насколько вот эти статусы всеобъемлющего стратегического партнерства, которые есть у России с Вьетнамом, и у ЯЭС с Вьетнамом, соответственно, соглашения, насколько они реально имплементированы в ту логику и практику, которая сейчас происходит. Как раз переходя к ЗСТ, сейчас ЗСТ это понятный формат, ЗСТ+, который выходит за рамки ВТО, это, естественно, как некий элемент хеджирования рисков, в том числе и вторичных санкций. Но здесь, мне кажется, тоже важная проблема, с которой может Евразийский экономический союз столкнуться, это изначально проблема завышенных ожиданий. Потому что, когда были переговоры и подписания, даже еще просто пока переговоры по ЗСТ между ЯЭС и Вьетнамом, я думаю, все помнят еще, когда был президент Медведев, вот эти заявления о том, что мы планируем к 2020 году вывести торговлю России и Вьетнама до 10 миллиардов долларов. Что, в принципе, цифра была взята из воздуха, по большому счету, и она не была основана на реальных качествах на стороне торговли. И здесь глобальный риск в устраивании ЗСТ, точнее, проблема завышенных ожиданий, это вопрос логистики. То есть, одна из причин, почему не сыграла ЗСТ с Вьетнамом, это логистика. То есть, факторы географии даже, когда говорят, вот география из-за этого ЗСТ не получается, но посмотрим на США и Вьетнам, или Европейский Союз и Вьетнам. Чисто географически они находятся даже подальше, чем Евразийский экономический союз, но при этом у них по 200-300 миллиардов долларов товарооборот, потому что выстроена логистика не только, естественно, из-за этого, но во многом из-за логистики. Что касается с Вьетнамом, ЗСТ здесь, естественно, не корректно назвать это ЗСТ провальным с экономической точки зрения, но успешным, на мой взгляд, его тоже нельзя назвать по той причине. Когда оно подписывалось в 2015 году, торговля была 3,2 миллиарда долларов, не с Россией, а с Евразийским экономическим союзом в целом, сейчас она, ну, по итогам 2021 года, с учетом всех пандемийных погрешностей, 7 миллиардов долларов. Конечно, вот эта цифра, то, что было 3,2, стало 7, естественно, в два раза увеличение товарооборота, она немножечко добавляет пафоса момента и привлекательности, и это просто красивая кликбейтная медийная история. Но по факту, если мы посмотрим глубже, с одной стороны, здесь эффект низкого старта, потому что 3 миллиарда долларов – это не такой большой товарооборот изначальный, с помощью которого можно наладить торговлю в краткие сроки. И второй момент, в основном вкладчик по ЗСТ – это не Россия, не остальные страны ЕС, это Вьетнам. 70% торговли ЕС Вьетнама приходится на Вьетнам. Но нельзя не отметить отдельные направления, товарные направления, которые увеличились. Экспортные – это прежде всего мясо, это уголь и сталь. Сейчас Вьетнам является восьмым покупателем угля и стали, ЕС является восьмым партнером для Вьетнама. По отдельным компонентам, например, мясо здесь в России вообще является крупнейшим экспортером мяса в Вьетнам. 50% сейчас всего экспорт российского мясной продукции, мяса именно, свинины приходится на Вьетнам. Часть, понятно, везется, опять же, через параллельный импорт в Китай и через Вьетнам, но все равно во Вьетнаме остается, так что это позитивная практика. То же самое сейчас древесина активно развивается. Есть какие-то направления, которые стоит учитывать, это действительно позитивная практика. Вот сейчас запущенные, по крайней мере, была объявлена переговоры с Индонезией, в принципе, это логично, но здесь, опять же, я боюсь, что с точки зрения статистики какого-то резкого скачка он просто невозможен, опять же, и по причине несущественного товароборота, он меньше трех миллиардов долларов, я из Индонезии, и по причине, опять же, той самой логистики. Но есть точки роста в рамках тех же ЗСТ, которые могут быть полезны и в частности России, ну, в основном России. Это все, что, опять же, связано с импортом критической продукции. Вот о чем Елена Владимировна, в частности, говорила. Полупровники, чипы, диоды, микросхемы и так далее. Малайзия является по 2021 году вторым экспортером после Китая всех полупроводников в Россию. Вьетнам – пятое место, Индонезия, Филиппина – восьмое место, Индонезия – двенадцатое место. То есть это крупные достаточно показатели. При этом, понятно, часть продукции, она локализована в странах Юго-Асточной Азии, но производит далеко не Филиппины. Но часть производств – это именно национальное производство, там, малазийские, которые на своих заводах производят национальную продукцию. И товары, например, ставятся малазийские. Поэтому, возможно, мы тоже с представителями ЕК обсуждали этот вопрос. Говорят, что с Малайзии за СТ почему-то все стороны ЕС оббраковали. Я не знаю, по какой причине. Вот, может, или Аладдина. Да, нет, нет. Угу, угу. 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 Это юридическая основа и как бы предмет для переговоров, если вас где-то ущемляют ваши права. Вы предъявляете, говорите, вот на переговорах на высшем уровне, на среднем звене, юрист подключаете, говорит, вы эту статью нарушили, бейтесь, да, и так далее. Но все вопросы, связанные с товароборотом, решаются на политическом уровне, там штамп тут нет. Вот эти вот все встречи, когда лидеры привозят свои команды, крупные компании, они обсуждают, потом сверху спускаются, вам говорят, нужно встретиться с этой компанией, с этой компанией, с этой компанией, обсудите. Механизмы в рамках МПК, опять же, не широкий состав, а узкий состав, уже вот это вот определяет, да, и конкретные договоренности по конкретным проектам. Если вы пробиваете строительство ГЭС в Аргентине, Киршнер там договорились, она вас не обманула, у вас товароборот будет, значит, тут же на следующий год вы выполните все показатели. Но если вас одна обманывает, а это не решается ни ЗСТ, ни двусторонним соглашением, ни МПК никак, то вы ничего не сделаете, потому что у вас этот неожиданный контракт выходит в какой-то другой компании, хотя вроде бы у вас и гарантия ВЭБа есть, и все остальное. То есть вопрос наращивания товарооборота, это вопрос тонкий, это вопрос ручного управления, это большого государственного лоббизма, это вот, так сказать, поэтому у ЗСТ и иллюзий нет, поэтому и соглашение с Вьетнамом у комиссии. Это, знаете, больше для позиционирования, это, вы знаете, важно то, что два аспекта есть, я вот еще просто прервусь, потому что об этом тоже хотелось реагировать, два вопроса есть в позиционировании нашей комиссии. Первое позиционировать, то, что с нами стали хотеть все больше и больше заключать соглашение двусторонних, подписывать меморандум, но прежде всего за ЗСТ соглашение, это первое. Это очень хороший результат, которому тут сегодня как-то не обратили внимания. А второй результат, то, что когда мы говорим, что бизнес, что не только страны другие воспринимают нас как организации, как единое таможенное пространство, а то, что третьи страны пытаются через наших партнеров, я имею в виду партнеров Российской Федерации, обходить санкции, что компании западные, которые у нас присутствуют на рынке, я просто это вот знаю из личных разговоров, они реально хотят остаться на рынке и России, и Беларуси, они реально ищут пути обхода, и не только через страны нашего Союза, но и через страны СНГ. И они очень внимательно следят за развитием нашего законодательства Союза и приветствуют, если им удаст все меньше и меньше барьеров, будет не только убираться внутри Союза, но и со странами СНГ. Поэтому я всегда опять же вот эту тему не поднимала, но двумя руками ратую за то, чтобы все больше и больше гармонизировать национальное законодательство СНГ с законодательством ЕАЭ, для того, чтобы создавать бесшовное пространство для предпринимательства. Вот это важнейший момент, что нас реально воспринимают как единое пространство. Это очень важно. А и по поводу бизнеса сразу не могу не отреагировать, там же дважды прозвучало. Да-да-да, но по бизнесу потом обязательно отреагирую. На самом деле да, я по сути заканчивал уже, и если по ЗСТ, ну вот по блоку внешнеэкономического партнерства, последнее на этом блоке, что хотел бы сказать, что да, вот иллюзии, не иллюзии и так далее, но в любом случае в разных регионах, которые сейчас дружеские страны у нас называются и так далее, очень важно искать некие точки входа новые и по сути хабы, регионные хабы, то есть в Юго-Восточной Азии это воспринимался долгие годы Сингапур, да, и понятное дело, что бессмысленно с точки зрения торговли как раз было заключать ЗСТ в Сингапур, в которых по сути нет пошли и так далее, но с точки зрения услуг и вот этой ворот, так скажем, в Юго-Восточной Азии, да, сейчас Сингапур, как известно, присоединился к санкциям, поэтому тут уже опять же вопрос политической плоскости, насколько Сингапур станет для Евразийского экономического союза, останется вот теми воротами, если нет, то это может быть опять же Индонезия, с которой вот эта юридическая рамка создаваться будет, причем я тоже от коллег по Евразийской экономической комиссии слышал, что сейчас Индонезии хотят очень сильно форсировать с учетом нынешних условий, и примерно за 2-3 года сделать ЗСТ, ну посмотрим опять же, насколько это будет, цифры реалистичны. В большом регионе Большого Ближнего Востока это может быть опять же ОАЭ, Египет, Алжир, если уже Северную Африку смотреть, там даже Турция, насколько опять же посмотреть, насколько Турция может быть тоже непростой, мягко говоря, партнер, точкой входа, это может быть какая-то страна из Латинской Америки, Бразилии или Аргентины, если речь идет уже о рынке Латинской Америки. Поэтому так иначе вот эти новые региональные хабы, новые точки входа, захода для евразийской продукции, их важно искать. Ну и последнее, про новые институты механизмов, здесь тоже говорили, много говорилось про нехватку компетенции Евразийской экономической комиссии, об этом, в принципе, с 15-го года говорят, еще и раньше, когда комиссия только создана была. Но здесь опять же вопрос, я всеми руками за то, чтобы расширить компетенции Евразийской экономической комиссии, как минимум по части передачи в исключительную компетенцию ЕГЭК, торговля по услугам. Как уже всем известно, услуги входят пока что в исключительную компетенцию национальных правительств, но, опять же, боюсь, что в ближайшее будущее это абсолютно нереалистичная идея, поскольку страны для стран это суперсуверенитетнообразующая история. Да, например, Казахстан всячески говорил, что давайте делать, ну не только Казахстан, просто яркий пример, давайте выполнять то, что и заложено в существующем договоре ЕАЭС, который, в общем-то, никто не хочет пересматривать. Поэтому любые разговоры о создании какого-то единого транспортного рынка или единой информационной политики, то что же информационного пространства, это супер, не просто политически, это какая-то уже идеологическая история, от которой, мне кажется, важно просто отказаться и четко признать, что на этом этапе пока что не будут реализованы, по крайней мере, те пункты в договоре, которые заложены, они очень многие нереализованы или недореализованы. Обсуждать какие-то дополнительные сюжеты, которые выходят за рамки договора, и про гуманитарную политику, и про образование, она нужная, безусловная, сфера, поскольку образование напрямую сопрягается с, и наука напрямую сопрягается с рынком труда, который наиболее развитый пока в рамках Евразийского экономического союза. Но эти вещи, безусловно, будут встречать напряжение, и еще больше согласованность среди стран Евразийского экономического союза, еще больше будут переводить ЕАЭС из экономического обвинения в политическую плоскость. Ну, наверное, на этом я закончу. Спасибо. Спасибо. Иван Николаевич, у нас как со временем? Ну, лучше уже близится к концу. Так, у нас есть время на вопросы за аудиторией, как обычно, да? Есть, есть, и надо где-то задать. Один, да? Или... Где-то задать. Угу. Так. Где у меня все? А, все, сейчас. Сейчас открываю. Да, подожду. Так. Значит, вопрос от коллеги. Да, вопрос от Юлии Шемякина. Считаете ли вы, что хорошее отношение России и Китая приводит к росту блоков в мире, смотря на высшую классную роль в США, как влияет на мировую экономику в целом? Ну... Нет, вы так не считаете. Нет, да, единогласно, да, голосование открытое. Значит, Андрей Кенягин в плане интеграционного взаимодействия, как на уровне государства, так и на уровне бизнеса. Скажите, а как обстоят дела с евразийскими совместными компаниями? Есть ли примеры в каких секторах, если конкретный результат? Ну, по-моему, мы это обсуждали сегодня, да, разные аспекты коллеги обсуждали. Когда же у нас сейчас зарабатывается вопрос статуса, большая, просто не можно... Включительный графон. Мы же не можем закупить статус, все обозначить, но вот за вопрос задан. Большая работа ведет для того, чтобы понять, можем ли мы можем законодательно закрупить понятие евразийской компании, для того, чтобы вот как раз облегчить вопросы кооперационного сотрудничества. Это огромная работа, она ведется в комиссии, детально не буду говорить, но... Да, то есть теоретически возможно ситуация, когда у вас появится юридическая категория евразийской компании. Если стороны примут решение, если результаты вот той работы, которая сейчас ведется, которая обсуждается, она будет... Но это не ближайшие два года, да? Мы не знаем, как все... Вы знаете, вот сейчас вы говорили, что сейчас про дилерализацию, да, что это не только... Ну, правильно, вы знаете, как создание биржи национальной, единой, да, евразийской, и переход на собственные ценообразования, это же тоже все думали, что это будущее какое-то, да? А сейчас это реально мы этим занимаемся, это не просто вопрос в национальных валютах или пересчета через кросс-курсы, нет. Мы как раз вопросом проводились совещания по золотому стандарту, как его использовать, в чем измерять. То есть биржа вот в пилотном режиме заработала, да, сейчас у стран. Поэтому эта работа реально ведется, оказалось, вот это вот, когда это вообще будет. Павел, если это будет, то, конечно, я считаю, будет... Мне кажется, что это прогресс, значит. Там, конечно, много нюансов, как в ходе этих ссорах, это евразийская толпа, не идея. Вот на самом деле в этом-то дьявол-то как раз в деталях. То есть если мы говорим про серьезную, там, глубокую проработку, собственно, в ЕС аналоги есть, да? Вот, да, но они тоже не сильно популярны, там, в силу разных причин. Вот, если мы говорим про глубокую проработку, про возможность выбора, там, оптимального налогового режима, там, еще что-то, еще что-то, то это требует многих изменений в национальной законодательстве. Если мы говорим, что мы просто кому-то, там, вручаем флаг, который он у себя может на крыше водрузить, а в остальном он живет по национальным законам, то это хоть завтра можно сделать. Мы тут переходим к другую схему, это насколько совместимы гражданские кодексы, потому что когда... Налоговый кодекс. Налоговый кодекс и так далее, что, 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 понятие, вот даже мы тут сейчас сделали, у нас шли изменения в договор, сейчас в третий протокол договор, так даже вопрос импортер, как определить импортер, да, и вы начинаете определять чего через комплекс понятий, которые на самом деле упираются в гражданское законодательство. Ну да, как и я. Сергей Александрович, будете заключить? Да, буквально, прям буквально одна минута по поводу предпринимательства. Понимаете, вот о том, чтобы у нас возникли ассоциации, чтобы мы с бизнесом работали, вот тесно сотрудничество шло, это вот истерия, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. У нас все возможности в комиссии для того, чтобы работа была, работа с ассоциацией налажена. Вопрос только в том, что предложений от них нету. Мы просто как бы пытаемся их всем привлекать, приглашаем, запросы пишем, организуем, вместе свозим. На двустороннем уровне возят бизнес-делегации на всякие форумы. Всю жизнь, сколько вот я помню, в двусторонке, да, слабая активность. В ВТО, сколько мы с бизнесом работали, ну опять ничего. Вот нет у нас вот этой системы одной окна, чтобы вот бизнес вот сам взял инициативно. Это какие-то, знаете, очень генезисные вещи, которые там связаны с гражданским обществом, я не знаю. Ну вот неактивный бизнес. Не только, не только. Я помню про короткий, буквально короткий пример. Мы когда начинали, вот уже сегодня упоминалось, несколько раз там соглашение с Вьетнам. Мы когда начинали эти переговоры там за, ну за полгода до начала переговоров, мы сделали большую рассылку по бизнесу и в России, и, ну в основном в России, конечно. Рассылку запроса, типа, ребят, скажите, что вам нужно, чтобы вам хотелось от такой страны, как Вьетнам, там 90 миллионов населения, там бурный рост, там все прочее. Вот, наиболее популярный ответ был, нам ничего не надо, не открывайте наш рынок. Я тогда два слова добавлю. Бизнес активизируется, любое там, ну российский, только когда он видит какую-то угрозу. Вот все, точка. Вот ни на какие позитивные предложения он не реагирует просто в принципе. Коллеги, я очень рад, что если какие-то ожидания про постсоветскую интеграцию и интеграцию в ЕС у нас не подтверждаются, то вот мои ожидания относительно нынешней дискуссии, они подтвердились. По-моему, было очень интересно, важно, мы подняли много вопросов, которые сами по себе достойны того, чтобы их продолжать обсуждать. Но вот целый ряд вопросов, дедоларизация, параллельный импорт, значит, отношение к перспективам отрыва от интеграционных процессов стран Центральной Азии, роль логистики, юридические вопросы. Это буквально вот то, что вызвало наибольший интерес, наиболее жаркие дискуссии, и то, что, безусловно, заслушивает дальнейшего обдумывания, обсуждения, может быть, на других площадках, но тем не менее четко выражен, ну, я бы сказал, что консенсус в понимании важности этих вопросов. И то, что, с моей точки зрения, в любом случае нам надо будет делать, и я очень рад, что, значит, к нашим семинарам присоединяются представители делового сообщества, это как раз вот обсуждение вопросов вовлечения бизнес-интересов в, так сказать, обсуждение вопросов, которые непосредственно затрагивают интересы бизнеса. Я должен сказать, что, может быть, здесь нам нужно чуть-чуть переформатировать работу, потому что, когда мы говорим о бизнесе вообще, разумеется, вылезают, значит, в основном те представители бизнеса, которые чего-то боятся и хотят не пущать. Но есть вполне себе живые структуры бизнес-сообщества, которые заинтересованы в позитивной повестке. Ну вот я достаточно много и, так сказать, продуктивно, с моей точки зрения, взаимодействую с представителями бизнес-сообщества, которые занимаются вопросами стандартизации. У них колоссальная позитивная агенда. И они очень активны и в обсуждении этих вопросов, и в продвижении, и в работе с Евразийской экономической комиссией. И они очень активно пытаются найти контакты и в Евразийском экономическом союзе, и не только в Евразийском экономическом союзе. Вот был Технопром в Узбекистане. Очень, по-моему, состоялась прекрасная дискуссия. И, может быть, вот больше таргетированности, это то, что нам нужно, чтобы, так сказать, найти именно тех интересантов, которые готовы с нами работать. Коллеги, на этом я свою часть заключительной речи завершаю, а я очень благодарен всем участникам. Да, я бы хотел тоже поблагодарить всех наших сегодняшних гостей, тех, кто там присылся в Зуме, и блестящее выступление. На самом деле, я не специалист по Евразийской экономической интеграции, хотя по касательной, по чрезвычайную тематику касаюсь этого вопроса. И для меня ваши выступления лично просто были очень полезными и интересными. Ну и для нас всех, я уверен. Мы продолжаем нашу серию семинаров, и мы договоримся о следующей дате, о следующей теме, и будем продолжать работать в этом формате. Спасибо большое. Спасибо.